Итак, всем моё традиционное добро пожаловать на костёр в лучших традициях инквизиции. У нас тут кровоточащая тема, как вы можете видеть в чатике. 21 ноября 2010 года, и это первый выпуск серии эпизодов под названием How I Made My English, как я сделал мой английский язык. Серия направлена на то, чтобы максимально распространить советы по тому, как изучать английский язык. И советы в этом случае будут исходить не от меня, не от преподавателя английского языка, а от людей, которые английским языком владеют на хорошем или высоком уровнях. И сегодня у меня в гостях Ангелина. Ангелина, привет! Привет! И, разумеется, дорожайший чатик. Всем здравствуйте! Ну что, будем теперь разбираться с советами и с тем, как нам рекомендовать людям учить английский язык. И начну я с того, что представлю Ангелину более подробно, затем передам ей слово для того, чтобы обсудить все детали. Приглашаю всех, кто нас смотрит, активно спрашивать и прояснять детали. Также интересоваться всем, что вас интригует в нашем разговоре. И не только Ангелина сейчас работает веб-дизайнером. В прошлом она была моей студенткой. И в 2018 году, параллельно с нашими занятиями, она сдала экзамен CPE. То есть Cambridge Proficiency Exam. Proficiency – это уровень, который приравнивается к уровню C2 по шкале Кембриджа. То есть максимально возможный из всех уровней знания английского языка. Помимо этого, я хотел бы отметить сразу, что еще когда Ангелина только пришла заниматься, и мы делали различного типа задания, например... Ну, мы вообще шли по учебнику, по English File третьему изнанию, Advanced. Прошу прощения, у меня пропал звук. Мне нужно перезагрузить колонки. Ага. Продолжай, пока я вернусь. Хорошо. Так, у меня опять чат подвис немножко. Я вернулась? Ага. А ты нас слышишь теперь? Да. Так вот, в общем, у нас был учебник English File Advanced, потому что мы хотели маленько освежить грамматику, ну и придать небольшого такого формализма урокам. Но у Ангелины уже тогда был абсолютно офигенный уровень аудирования. Вот я помню, что у меня, в принципе, для меня всегда это был самый такой стрессовый навык и в школьные годы, и даже сейчас. Сейчас я все еще так на автомате немножко побаиваюсь, но благодаря аудиокнигам уже, думаю, что все это нивелировалось давно. Тем не менее, тогда очень многие упражнения, которые даже у меня вызывали сложности, Ангелина просто их щелкала, как семечки. И то есть там, где мне нужно было прослушать упражнение три раза, чтобы подготовиться и понимать, о чем речь, ей хватало всего одного раза, чтобы понять. И то есть это было не поверхностное понимание, а она именно была способна просто взять и пересказать все, что было в аудио, и еще добавить, что она сама по этому поводу думает. И меня это просто приводило в совершеннейший восторг. И то есть уровень, конечно, вот именно такого живого владения английским языком у нее просто потрясающий. И даже сейчас, когда мы какие-то вопросы обсуждаем, мы поддерживаем контакты, советуемся там про книги, подкасты, какие-то видео. У нас общие интересы на YouTube есть там, в частности, профессор Петерсон и дизайнер Крис До. Вот мы выяснили, да, что нам обоим интересны их презентации, ну и другие люди. И порой в разговорах она употребляет такие фразы, которые я понимаю, ну потому что они в целом интуитивно достаточно доходчивые, но я им обычно не оперирую, а у нее так это прям живо получается и очень-очень органично, прям как будто вот как у носителя это вот чувствуется, и вот у нее так же. И я могу привести, ну, пример, но они уже устарели, и просто, ну вот, именно она способна язык его в самом-самом живом воплощении использовать и понимать, естественно. И, собственно, сегодня я очень рад, что наш первый выпуск – это именно она в качестве гостя, потому что я уверен, что определенно есть какие-то находки и советы, которые ей помогли к таким вершинам прийти. И да, Катя, отвечая на твое сообщение в чате, это можно сдать и не лишиться рассудка. Поэтому, да. Грина, с чего бы ты хотела начать? Скажи, пожалуйста. Да, это можно сдать и спасибо большое за… из твоих уст, это просто кальзам на мою душу, потому что сейчас я меньше занимаюсь английским. Ты теперь им живешь, просто живешь. Ну, в общем, да, я его использую постоянно, но целенаправленно расти к уровню я уже этим не занимаюсь. Мы можем, в принципе, как раз вот сейчас ты сказала, да, используешь постоянно. Начать с того, как ты его используешь и в каких проявлениях он встречается в твоей жизни. Ну, как вариант. Либо можем с каких-то более начальных этапов. Да, это, пожалуй, самое такое ключевой момент, почему и как я его использую. Он напрямую связан с тем, вот как раз ты говорила, о том, как я нарастила уровень слушания. Очень. Достаточно эффективно, скажем так. Потому что я его использую в основном, то есть я не использую его в посредневной жизни. Да, я не работаю в компании, которая работает с иностранцами, или у меня нет друзей иностранцев, ничего такого. Но я его постоянно использую для саморазвития. Потому что очень... То есть когда немного узнаешь другой язык, английский, точнее сказать, не любой другой язык, то просто открывается настолько огромный пул информации и огромный пул материалов обо всём, вообще обо всём, абсолютно обо всём. Что просто начинает казаться, что очень на русском языке настолько, как-то сказать, бедное, что ли, бедный выбор, особенно по каким-то узким темам. И уж тем более, если человек работает, вот хотя по IT, около IT, в первую очередь всё в основном появляется на английском языке. То есть даже если что-то появляется на русской почве, обычно она появляется в таких компаниях, которые в том числе и на английском это всё делают и работают там с иностранным рынком и так далее. То есть с чего... Я не помню, как так началось, что я в это всё вписалась, вписалась в это всё сообщество, но больше всего как раз аудирование я нарастила просто через свои интересы. То есть я искала что-то, не находила этого в удовлетворяющем количестве или качестве на русском языке, и там у меня был какой-то базовый, обычный, очень обычный уровень английского из школы и из университета. И я начала немножко... Ну, вроде бы, вот это понятно, вот это понятно, а потом всё больше и больше становится понятно. И ты просто прокачивай свои другие интересы. Можно я тебя просто перебью? Вот ты говоришь, базовый уровень со школы, со университета, это какой именно база? Потому что база у всех разная со школы остаётся. Ну, да, ну, скажи так. Можно подробнее? Да, я вижу вопрос, а, Катя, я сейчас перебью. Базовый — это примерно такой. Я никогда не была очень усердной ученицей, то есть что-то мне удавалось само, что-то я делала, и, ну, я училась на стабильной четвёрке, иногда пятёрке, вот так. То есть такой хорошистский уровень, который я никогда не измеряла до того, как сдала экзамен, поэтому я не знаю, какой это был уровень. И активно его изучением английского языка я не занималась до того, как начала с тобой заниматься. Но ты уже барьер преодолела разговорный к тому моменту, вот как школу закончила? Ты чувствуешь, что ты можешь себя изъяснять? Нет, определённо нет. Мы даже, я вспоминаю сейчас школьные уроки в старших классах, мы как-то упомянули учительницы о том, что, ну, а как же вот нам учиться общаться? И она говорит, что, к сожалению, школа, она не для того, чтобы научиться общаться, она для того, чтобы сдали экзамены. Я очень любила эту преподавательницу, довольно честно. О, боже мой. Сейчас просто стрим забанят, по-моему, за такую. Я уверен, есть секретная директива Министерства образования, что такие вещи нельзя говорить публично. Ну, это было, можно сказать, что это было давно. Слушай, ну, это очень важно. То есть ты вот закончила школу, и не было такого, что ты легко понимала, легко изъяснялась. Нет, нет. То есть это было именно вот ещё только-только зачаток английского языка, потому что многие именно с ним как раз и заканчивают школу, и возникает вопрос, что дальше? То есть как вот, собственно, чтобы они могли, как это, relate, чтобы они могли идентифицировать свой собственный уровень с тем, с чего ты начинала. Да, ну вот как раз вот с такого очень среднего школьного уровня звёзд с неба не хватало. Я даже хотела сдавать ЕГЭ по-английскому, но меня отговорила эта преподавательница, потому что я бы не справилась. Она была права совершенно, я бы не справилась. Я не умела писать вообще на английском практически. То есть я буквы красиво могу написать, но написать какой-то смысл передать в тексте я не могла вообще. На слух я воспринимала очень плохо, не понимала практически ничего, не говоря уже о говорении. Но говорение у меня вообще с ним было сложно. Я когда даже пришла к тебе, у меня был очень большой барьер. Даже не в том, что я не знала, у меня был психологический барьер большой. Вот. C-A-E имеется в виду advanced, да? Да. Я здесь сейчас сделаю, наверное, такую тематическую поправку, чтобы те, кто в сфере не находят, чтобы они понимали, что происходит. То есть английский язык делится на 7 уровней, начиная от начинающего, потом beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced и proficiency. Intermediate — это там, где вы уже можете легко в целом себя изъяснять и общаться на английском и понимать английскую речь на среднем уровне. И когда вы задумаетесь о том, что вам нужно сдать экзамен, получить некую сертификацию, то у вас обычно есть три пути. Это IELTS, который является британским, TOEFL, который является американским, и кембриджские экзамены, у которых, если не ошибаюсь, есть три типа. Это FCE, First Certificate, это пятый уровень, сертификация пятого уровня, CAE — это Cambridge Advanced English, то есть шестой уровень, ну и CPE, максимальный седьмой proficiency. Да, и там еще есть отличие в том, что IELTS, он временный, скажем так, то есть действие этого сертификата, оно ограничено. Тогда как, по крайней мере, для высших уровней Cambridge English, он пожизненный, это всегда со мной теперь, никто этого у меня не отнимет. Но при этом многие там компании или университеты как раз требуют, из-за актуальности, видимо, они требуют актуальности. Ну, он, если честно, я не сдавала CLE, поэтому не могу объективно сказать, но могу сказать вот что. Почему вообще я выбрала рискнуть и сдавать proficiency? Потому что даже если ты приходишь на экзамен, да, ты его сдаешь, но ты по баллам не дотягиваешь именно до proficiency уровня, то ты все равно, ну, там, сколько-то, не на огромное количество, да, а на сколько-то, там, немного не дотягиваешь, ты все равно получаешь сертификат уровня advanced. То есть ты здесь не проигрываешь в любом случае. Ну, если ты только не совсем проводился. Да, я была уверена, что advanced у меня точно есть, почему бы не рискнуть и не сдать уже proficiency? Да, это потрясающая логика. Я думаю, что любой, кто готовится к CAE, должен сдавать CPI. Это, ну, просто максимально логично, мне кажется. Потому что ты ничего не теряешь. Да, и в... Я думаю, что у них у всех, скорее всего, одна и та же система. То есть когда ты сдаешь их, у тебя есть внутри вот этого уровня, который сдаешь, ты еще получаешь оценку. ABC тоже. И там тоже есть оценки, и они тоже, наверное, на что-то влияют. Но поскольку я сдавала это просто для фана, для себя, для испытания, я не могу рассказать о том, на что влияют конкретно вот эти... То есть, возможно, кто-то требует, чтобы было там grade A, например. То есть, все по максимуму. С СССР-аблицкийский. Это восхитительно. А вообще нужно найти преподавателя Кати и вытащить из нее вот этот вот... Мы можем просто создать новый курс, который просто облетит весь интернет. Знаете, как-то пишут все эти объявления обешанные, типа этот курс взорвал сферу английского преподавания. О нем говорят на каждом углу. И просто за один урок всю грамматику ваши эссе про Бритни Спирс будут идеальны. Вас просто будут сразу брать в Оксфорд. Надо выяснить, что там было такое за 45 минут. Или 40 минут-то все рассказали. Конечно, постараться надо. Так, ну я предлагаю к CPI чуть позже перейти с деталями. А сейчас вот этот транзит, да, от... Вот мы вышли из школы, мы вышли из университета. Что делать человеку, который хочет... Ты сказала, что... Ты начала делать то, что тебе нравится. То есть на английском это понимаю. Да, на самом деле. Это звучит так красиво и умно. Я начала делать то, что мне нравится. Начала искать свое призмание. На самом деле, если мы это по-другому выразим, я начала смотреть видосики на Ютьюбе. По-простому говоря. И это вообще самый такой... Не знаю. Возможно, многие люди не теряют мотивацию во многом, когда изучают английский язык, потому что они пытаются к этому подойти с точки зрения... Ну, того, что они знают, к этому изучению. С точки зрения системы какой-то школьной, они пытаются как-то там уроки, то, сё, домашки. То есть это хорошо, конечно. И это обязательно нужно, если хочешь упорядочить свои знания, хочешь экзамены сдавать, тем более, тебе обязательно нужен преподаватель, чтобы как хотя бы какие-то лакуны, которых ты, может быть, не знаешь, закрыть. Но в целом, если это просто делается для того, чтобы просто растить свой уровень в таком, как бы, полупассивном уровне. Уровне? В полупассивном режиме. Вот, как я хотела сказать. Нет вообще ничего лучше, кроме того, как найти что-то, что тебе нравится. Или найти что-то, что универсально нравится многим. Что-то вроде видео с котиками, я не знаю. Но видео с котиками, где говорят по-английски, короче говоря. И смотреть это, и просто не давить на себя. Потому что, возможно, существуют суперволевые люди, которые готовы каждый день себя сажать, от звонка до звонка изучать язык, и такие раз-раз-раз выросли. Я не отношусь к этим людям вообще. Не моя, не мой тип личности. Я предпочитаю, не то, чтобы я предпочитаю, просто иначе не могу что-то большое изучать, кроме как вот этими маленькими кусочками, которые мне должны обязательно нравиться. Вот это самый эффективный способ. Я думаю, что он эффективный, скорее всего, для всех. Или, по крайней мере, для большинства. Есть такая очень хорошая книга. Ты расскажу про это? Да. Очень супер рекомендую для прививания привычек или чего угодно. Называется Atomic Habits. Я могу написать название в чат. На Джеймс Клир написал Atomic Habits. Она, по-моему, только на английском сейчас. По-моему, нет ее перевода на русский. Но она довольно простая. Я ее слушала на аудио. Я думаю, что можно ее и прочитать, купить на каком-нибудь амазоневом электронном виде, да еще где-то. Просто прекрасно совершенно рассказано. Как раз просил того, чтобы делать что-то маленькими кусочками, которые тебя не напрягают. И постепенно наращивать объем. Вот про любые привычки к иностранному языку это относится в полной мере. Я хотел спросить, вот я себя был вынужден переучивать на YouTube. То есть я был его очень, не то чтобы противником, но мне было очень тяжело с YouTube. Почему? Потому что я, например, открывал его и смотрел в экран, думал, так, вот что мне здесь делать. Да, то есть я понимаю, здесь очень много развлекательных видео, которые я постоянно смотрел там про компьютерные игры, всякие трейлеры, какие-то, может там, фильмы. Но вот именно что в плане языка здесь делать, я не понимал. И ушел примерно год, да, ну, может чуть меньше, с начала моей конвертации, когда я нашел каналы людей, которые мне импонировали, да, интересных вот рассказчиков, каких-то подкастеров, люди, которые снимали интервью. Это очень большой процесс. Отчасти я очень благодарен своим ученикам, потому что, когда мы перешли на онлайн, я кинул клич, говорю, ребят, давайте мы будем каждый урок скидываться по видео ваших любимых каналов. И таким образом, как бы, база растет экспоненциально. То есть ты сталкиваешься с каналами, на которые ты, ну, в принципе, не мог сам наткнуться, потому что благодаря логоритму, да, тебе постоянно рекомендуют то, что ты уже смотришь, и шанс того, что тебе что-то еще закинет, он очень низок. И я думаю, что проблема людей очень частная в том, что они, даже если очень хотят практиковаться, они не очень понимают, каким образом YouTube может в этом плане их выручить. И у меня к тебе здесь вопрос. Вот ты, когда об этом задумалась про YouTube, у тебя это случилось органично? То есть это как-то вот легко так вышло, что ты начала просмотреть подкасты, потому что тебе это, в принципе, легко делать и тебе интересен YouTube? Или ты тоже так себя приучала к этому? Ты как-то искала специально видео? Нет, изначально нет. То есть мне тоже было такое... Мне не нравилось вообще раньше смотреть видео. Такое было всегда. Мне просто не хотелось. Я не любила это делать. Но как-то вот так вот органически постепенно я как-то к этому пришла, а потом уже начала делать сознательно. То есть я поняла, что это можно использовать как инструмент. Но самый простой способ к этому прийти, это, как я уже говорила, начинать с чего-то, что ты уже знаешь, уже любишь. Во-первых, будет больше вероятность, что ты что-то поймёшь, потому что тебе уже знакома тема. Да, допустим, ты смотришь, ты играешь в какую-то игру, смотришь лоэкплей по ней, да? Но ты уже понимаешь, о чём речь. Какие-то слова, которые ты сознательно не изучал, перевод, они просто откладываются сами. В этом вообще магия этого слова. Вот, или если ты, я не знаю, тебе есть какой-то хобби, там, ты вяжешь, спортивное вязание, я не знаю, ты смотришь на эту тему, и оно гораздо легче к тебе приходит. А потом ты уже можешь переходить постепенно, органично, к чему-то, чего ты ещё не знал, постепенно так наращиваешь, 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 и вот ты уже можешь смотреть что-то совершенно незнакомое тебе темой. Да, там будут какие-то слова, возможно, термины какие-то, которые ты не понимаешь, но при этом ты всё равно можешь понимать общие, the gist of things, общую картину, потому что ты понимаешь вот эти слова, которые не относятся к какой-то очень узкой теме. В целом можешь понимать людей, постепенно ты начинаешь понимать людей с разным акцентом, например. Хотя шотландцы тебя до сих пор не будут понять, честно скажу. У них очаровательный акцент, но, конечно, да, он одновременно очень сильно осложняет процесс понимания. Я сейчас нечаянно бахнул огроменную книжку «Это миг хаббитс» на стрим, и сейчас это снова сделаю, потому что я пытаюсь её типа элегантно вывести, показать, вот, и сейчас я постепенно-постепенно... Я пока ответил на вопрос. Да. На вопрос к Кате. Считаете вы, что человек высокого уровня всё же нуждается в преподаватель? Или он, по сути, уже способен обучаться сам, и может он споять, например, к экзамену? Двоякий вопрос. С одной стороны, я думаю, что преподаватель нужен, потому что на экзамене вы будете взаимодействовать с другими людьми. Вы будете взаимодействовать, ну, например, особенно на части говорения, вы будете говорить с экзаменатором. И это полезно. И почему вообще я изначально пришла к Андрею? Потому что я могла слушать, я могла понимать, я могла читать и даже писать немного, если захотела бы, очень так приложить усилия к этому. Но я совершенно не могла говорить. У меня был этот блок, я не могла просто, не могла ничего из себя выдавить сама по себе. И мне было как-то так неловко, как я буду это практиковать. Ну, думать, конечно, на английском я уже думала, особенно, когда, знаете, бывает, на другом языке изучишь какую-то тему, и ты после этого начинаешь на этом языке думать на эту тему. Потому что у тебя на своём родном языке не хватает словаря, потому что на ней думал. Такое тогда случается. Но преподаватель, я думаю, что всё-таки нужен как минимум для того, чтобы было вот это вот зеркало, что называется, была обратная связь, потому что опытного человека, который может увидеть какие-то слабые места. То есть не обязательно переходить полностью там с самостоятельного обучения только на обучение с преподавателем, но прозаниматься перед экзаменом какое-то время, чтобы протестироваться, что ли, чтобы вот это вот отражение увидеть с твоих навыков, я считаю, очень-очень полезно. Хотя в целом вот обязательно именно к экзамену экзамену не обязательно, я считаю, готовиться. Ну, потому что я не готовилась специально со специальным преподавателем. Андрей мне сразу сказал, что он к экзаменам не готовит. Мне очень не хотелось идти никому другому. Я такая, ну, давай я буду сама тебя спрашивать. Так и получилось. В общем, я, потому что на сайте Кимбер Шилдиш есть, у них есть YouTube-канал, где есть примеры, примеры интервью на экзаменах, есть у них на сайте примеры самих экзаменов прошлогодние, по-моему, они выкладывают или как-то так, или просто тестовые, которые можно пройти, и там есть всякие статьи, которые можно прочитать о том, как проходить те или иные, как это сказать, разделы экзамена, этапы, экзамены. Поэтому я считаю, нет вообще ничего, невозможно в том же, подготовиться самому, абсолютно. Можно. Но было бы полезнее с преподавателем, особенно, наверное, все-таки стоит несколько раз хотя бы встретиться с преподавателем, который знает именно, как проходят экзамены, потому что, когда я попала в ту школу, где я сдавала, они, то есть они сотрудничают с Кимбер Шилдиш, они как бы авторизованные экзаменаторы, можно сказать, и я попала в группу, все остальные в этой группе, они уже, они готовились прямо в этой школе, они занимались в этой школе, они все-таки между собой уже были знакомы и знали уже все процедуры, они все это уже попробовали, отрепетировали, это был для них большой плюс. Вот. Потому что они были как-то скоординированы лучше. Да, я сдавала в Красноярске. И, к сожалению, не могу вспомнить им название школы, помню, что она находится в центре, то ли где-то то ли на Мира, то ли где-то вот там, вот на центральной части. Я, к сожалению, не помню совсем, как она называлась, но эта информация довольно легко найти, она вся есть, все списки по городам, наверное, наверное, я не помню, как называлась эта школа, возможно, это была школа-класса. Это было уже два года назад, опыт сотрудничества. Я хотел бы ответить на сообщение Кати про обливаться холодным фотом, это отсылка к нашему стриму с Костей, прошлому, хэллоуиновскому, потому что мы там говорили про Лавкрафта, и, значит, я сначала очень много рофлил и шутил, и Костя пытался ко мне вызвать, значит, вызвать во мне ужас, экрестенции, чтобы, ну, как бы, Лавкрафт — это серьезный стрим, и демоны пришли в мир 31 октября, вот, и я ему сказал, что у меня сегодня как бы нервные смешки, и, на самом деле, у меня пот холодный течет по спине, потому что я настолько в ужасе пребываю от всех этих Лавкрафтовских отсылок, и мы посвятили большую долю стрима на чтению мемов про Лавкрафта, значит, и, то есть, холодный пот просто ручьем лился, и мы потом играли в карты там тоже все на время, и мы прям вообще, и я вот сейчас хотел бы эту мысль развить, то есть, представьте, если мы идем на экзамен CPE или CAE, и вот пока мы ждем около двери, чтобы зайти и подниматься этой вот экзекуции, мы читаем Лавкрафта, сидим просто вот на английском, и это же просто кошмар, наверное, и при этом еще в карты играет, например, на время. Ух, Андрей, ты помнишь мой красочный рассказ про Лавкрафта, про карты или про твою сдачу экзамена? Можешь напомнить по пунктам? Кстати говоря, не такая уж плохая идея переключиться на что-то, что вызывает эмоции, отключать внимание от экзамена перед экзаменом, поэтому, что это поможет быть спокойнее. Так что Лавкрафта экзамена не как бы плюс на минус, ты сдашь отлично. А учитывая там его лексику сумасшедшую на английском, совершенно бешеную, то можно как раз себе даже бонус сделать в плане вокабуляра. А, в школу классный пробный урок. Ой, я помню рассказ Валеры почему-то, нашего клубного участника. Напомни, пожалуйста, что там было, или, я не знаю, это очень конфиденциальная информация. Вот, Ангелина, что ты скажешь по этому поводу, вот такого уровня стресса? Я думаю, что, как я сейчас сказала, я буквально недавно смотрела какое-то видео, или слушала какой-то подкаст на схожую тему, и там рекомендовали как раз переключить своё внимание на что-то, на что-то, перед экзаменом непосредственно переключить на что-то своё внимание. Теперь что-нибудь, особенно когда начинаются физические реакции, помогает сделать какие-то, не знаю, несколько отжиманий, пройтись по лестнице туда-сюда, просто чтобы из системы вывести вот эту вот там дрожь, что-то такое. Это серьёзный совет, я не знаю, правда, работает ли он. Я просто думаю про зелёного слоника, про отжимания, да, прости, пожалуйста. Это флешбеки бешеные. Я зато могу вам сказать, что когда я сдавала, я случайно последовала этому совету, и он для меня не сработал, даже наоборот. Это вот как не надо делать, я сейчас расскажу, потому что экзамен был в два дня, и во второй день я совершила ошибку, точнее, ещё даже в первый, тем, что я не уточнила 10 раз, во сколько надо приходить на следующий день. И надо прям очень-очень чётко узнать это, если с вами такое случится. Обязательно уточните, как, что, во сколько, все вопросы задайте, и запишите себе это, и ещё раз уточните. Потому что как получилось у меня? Я так с утра спокойно иду на следующий день, благожелание далеко от этой школы, и мне звонят уже, я должна была вообще первая идти, и мне звонят уже, а вы где? У нас тут уже как бы идёт процесс. А как оказалось, я неправильно услышала время, и мне пришлось немного спринт с утра. По-моему, я даже была в платье, мне пришлось пробежаться до школы, и я пришла запыхавшаяся, взволнованная, я боялась, что я вообще не сдам, пропущу, и у меня пропадёт просто куча денег. Да, так звучит, да. В общем, примерно так и было, да. И, естественно, а тут мы сдавали как раз в последний день отдельно, там приезжает другой авторизованный преподаватель, который принимает отдельно спикер. И тут ещё новый человек, и тут нас несколько, и надо разговаривать, и я и утро, и я вся в поту, и бешенстве. В смысле, не в том смысле, что я была зла, а в смысле, что я как загнанное животное была. И поэтому, я считаю, что вот это была вообще главная причина, что я не стала так хорошо, как я хотела бы сдать. Потому что, как я говорила, там же есть грейды, я думала, что хотя бы до B я дотягиваю. Но, говорит, в результате я сдала на грейд-сиклик, потому что сдала спикинг, несмотря на то, что мы столько месяцев разговаривали, я была абсолютно уверена, что вот это я сдам суперски. Я сдала его далеко не так хорошо, как у меня. Что-то там переспрашивала, и мямлила, и вообще, вот, нужно быть готовым. Психологически нужно себя подготовить, и нужно дать себе, вот, организационно дать себе фору, для того, чтобы не в бешеном ритме, что делать в торопях. Вот. Моя главная ошибка была. Говорение отдаётся? Да, говорение отдаётся в паре, и в парах, и в группах. У нас было неравное количество людей, и я сдавала, у нас было уже трое. Ну, как минимум, в парах сдаётся, да, всегда, потому что нужно в какой-то момент, по-моему, друг с другом разговаривать, или реагировать на реплику этого собеседника, который с тобой сдаёт вместе. Да, сдаётся как минимум парень. Я сдавала втроём. Ещё было, мне ещё было дополнительно сложнее, я осталась не в паре, в последней группе, и нас было ещё и трое. В общем, всё пошло, где-то косяк. Вот у меня по этому поводу, по поводу стресса на экзамене вопрос, оно того стоит? Ну, в смысле, что стоит ли так волноваться? Обоснован ли такой уровень волнения? Потому что, я думаю, проблема в экзаменах, часто именно не в экзаменах, а в том, как мы волнуемся перед ними, и сколько времени это у нас занимает. То есть, это месяцы волнения до, и потом, вот, прединфарктное состояние во время, и потом выходишь, думаешь, оно вот вообще как-то стыкуется с реальностью. То я, того ли я боялся? Я думаю, что это зависит от того, что стоит на карте. То есть, в целом, я волновалась только в этот день, потому что предыдущий день я почти не волновалась. Ну, гораздо меньше волновалась, чем, наверное, волновался бы кто-то, кто, допустим, от этого зависело и поступление в какой-то университет, или просто там, работа, или что-то такое. Для меня ничего не стояло на карте в будущем, поскольку я сделал это просто на всякий случай. Но второй день, я волновалась, просто потому что я сделала столько всего до этого, и первый день, да, я все там сделала, я очень старалась. И провалиться сейчас на последнем, на последнем этапе было бы очень обидно. Вот поэтому я волновалась. Совершенно вообще задавайте еще темы действительно кровоточащие. там про микрофон, собственно, вот вопрос, как раз выше сообщения. Остается прибейс, представься для вас там. К сожалению, не могу ничего сказать, я сдавала человеку вживую, специально, поскольку не было в этой школе, и даже, по-моему, не было в Красноярске преподавателя, ее то ли пригласили, я так поняла, что ее пригласили вообще из другого города для того, чтобы мы сдали этот экзамен в ЖКУ. Я тоже думала, что мы будем делать, но да, у нас приглашали преподавателя специально для этого другого. Слушай, ну ты вот говоришь, смотря что стоит на карте, ну что может стоять на карте, когда мы говорим про экзамен, который стоит ну не миллион, не сто тысяч, а ну там. Я имею в виду, для чего ты его сдаешь? Я имею в виду, там, если ты сдаешь, чтобы, допустим, ты поступаешь в какой-то университет за границу, допустим, куда ты очень хочешь поступить, или ты в какую-то компанию за границей, в которую ты очень хочешь попасть, и как бы одно из ключевых условий сдать определенный уровень английского. Тогда я понимаю волнение, но я думаю, что волнение, поскольку оно сейчас, когда я не на экзамене, я могу сказать что-нибудь умное по этому поводу, что если, поскольку волнение не приносит сильное волнение, которое парализует, оно все равно не приносит никакой пользы, а, я неправильно поняла вопрос про аудирование, сейчас скажу, то от него, собственно, можно отказаться. в основном мы же волнуемся, потому что мы думаем о будущем, о том, что там случится, оно и не случится, но если сосредоточиться, это сложно, честно, не очень сложно, но это помогает, сосредоточиться на том, что вот прямо сейчас, это сродни медитации такой, вот отрубить просто вот эту часть мозга, которая отличается будущее, и все просто есть все свое внимание сконцентрировать на то, что вот прям здесь передо мной, не думать о результате, но про аудирование, да, я подумала, что это вопрос про спикинг, передумала про аудирование, честно сказать, я забыла, ну, возможно, нам читали, то есть у нас была там преподавательница другая из школы, то есть организатор, который там распаковывала, выдавала нам, и, по-моему, совершенно не помню, честно скажу, совершенно просто вылетело из головы, я только же настолько была погружена в сам процесс, что у меня совершенно не отложились какие-то воспоминания такими кусками о том, как, собственно, происходил процесс аудирования, я помню, что я его хорошо сдала, но это было как во сне, то есть у меня практически больше всего на втором месте, за ленингом мне больше всего было, на ленинг я 220 баллов получила, ну, как оно происходило, мы никогда не узнаем. Я хотел еще вот добавить здесь, да, что... На сайте, на сайте, прости, перебью, на сайте Ким Мершинга скорее всего или там, или в каких-то отзывах на сдачу, есть на ютюбе, кстати говоря, как минимум несколько видео, как было несколько лет назад, когда я сдавала, про их опыт о том, как все происходило. это можете поискать, наверняка кто-то в этом упоминает, потому что процедура везде абсолютно одинаковая должна быть, она не зависит от региона или страны даже, она у всех абсолютно одинаковая. Ну, просто были разговоры, что есть какой-то магнитофон, который... мафон, который плохо воспроизводит звук. Про стресс. Можно же пересдать, вот люди провалили экзамен на права, они просто приходят через там только две недели, разница. Ну вот здесь разве нельзя пересдать просто спустя некоторое время? Ну, то есть, если... Не знаю, не могут сказать. Скорее всего, я изучала, что, просто тогда, поскольку мне не пригодилось, я это не допомнила, возможно ли это пересдать. Так, ну что, откатимся маленько обратно к шагам вверх, к крапканю на Эверест английского знания, про советы, про стратегии. Ну, да, давай, что мы будем, три совета, как я сдалась. Кстати говоря, я прочитал, что, буквально вчера, заглядывала на сайт, и они называются теперь по-другому, они не называются, CACP, они называются CAC1 English, по-моему, CACP English. Сейчас я даже скажу, да, а, вот как он называется, City2 Proficiency, что, масло-масляное, по-моему, да? Ну, это просто два названия, одно и то же вещи. Вот я сейчас, ссылку. CAC1 English. Да, если называется CAC1 English. Катя, я понимаю про перфекциониста, но он просто опасен, он очень жесток с нервной системой. Мы просто, Ангелина, когда ушли на тему по экзаменам, мы, мне кажется, недоразвили тему про выход из среднего уровня или постшкольного уровня на уровень, где становится комфортно воспринимать и воспроизводить английский язык, и вот мы тогда начали говорить про то, как себя приучить к YouTube и вот эту вот всю тематику. Там осталось ли что-то, что ты хотела бы сказать про твои личные, вот находки, что делать? Что делать, если ты хочешь себя комфортнее ощущать в языке? Ну, первое, я уже, в принципе, сказала о том, что have fun, то есть найти что-то, что вас уже интересует и через это такой переход постепенный пройти. То есть, я сразу должна сказать, что мои советы, они не подходят людям, которым надо срочно этот совет, не подходят людям, которым надо срочно быстро нарастить уровень. То есть, если вы в комфортном для себя режиме хотите его наращивать, да, определенно, это вообще самое главное, это настроить процесс так, чтобы он был вам комфортен и чтобы вы могли действительно регулярно его выполнять. Поэтому я упомянула Atomic Habits, потому что это вот как раз про это, про постоянство и как его достичь, не используя силу воли, грубо говоря, потому что сила воли очень-очень ограниченный ресурс, его нельзя использовать постоянно, нельзя полагаться на него постоянно, это будет провал, сто процентов. Вот. Но с другой стороны, если нужно именно конкретного достичь уровня, я думаю, что самое лучшее, что можно сделать, это как раз записаться на экзамен и начать к нему готовиться. Это просто идеально, абсолютно идеально по массе причин. Во-первых, сама подготовка, она дает, сам факт даже экзамена, во-первых, он дает четкий дедлайн. Он дает, вот у меня я здесь, экзамен здесь, я делю это время на части, я делю материал на части, я распределяю их между собой. Идеально, очень удобно. Во-вторых, это дополнительный стимул. То есть даже если вы не для конкретной учебы, скажем, или работы это делаете, просто делаете для себя, как я делала для себя, это просто. Все равно у вас появляется дополнительный стимул. Как минимум, потому что вы дали делиться это. Вы все равно хотя бы попробуйте. Я не могу сказать, что я очень интенсивно готовилась, очень старательно, там днями и ночами не поднимала голову. Я довольно расслабленно готовилась. Но это все равно дало мне резкий рывок вперед. Потому что были конкретные, вот еще третье, что дает экзамен, были конкретные навыки. То есть когда ты сам по себе повышаешь свой уровень постепенно, ты как бы плаваешь в этом во всем. То это изучишь, то это изучишь, но у тебя нет конкретных прям железобетонных каких-то вещей, которые ты знаешь, что тебе надо выучить. Потому что, ну, откуда тебе их взять, если ты не готовился к этому, не готовился создавать структуру. Экзамен поможет создать структуру. Вот также, почему хорошо заниматься с преподавателем, потому что это дополнительное вот это структурирование. Там, подниматься по учебнику, получить обратную связь, вот по чтению, по слушанию, по говорению, по всему, увидеть свои лакуны и постепенно это как подровнять до какого-то хорошего уровня. Сосредоточиться на чем-то, что именно у тебя хромает. У меня там, коварение, на мой взгляд, хромало, я пришла к тебе, все было вообще супер, замечательно. Ну и не уплываешь куда-то, не уносит вот этим течением YouTube от тебя куда-то в сторону, потому что у тебя всегда есть цель, которую ты видишь и ты к ней двигаешься. Ты можешь что-то упустить, я наверняка многое упустила, когда готовилась к своему экзамену, но тем не менее у тебя есть цель и ты как бы на пути к ней собираешь все вот эти вот ачивки, вот это изучить, это изучить, это изучить, это изучить и не уплываешь в какую-то одну сторону. У меня был перекос, допустим, изначально в слушании. То есть слушание у меня было хорошо, с чтением было довольно хорошо, а вот с говорением было похуже. Пишу я до сих пор, так себе, честно сказать, но экзамен помог мне увидеть это. Я понятия не имела о том, какие у меня сильные и слабые стороны до того, как начала к этому готовиться. Вот это большой плюс. То есть даже если вы не собираетесь использовать этот экзамен для чего-то практического, реального прямо сейчас, для именно изучения, это замечательная вообще мотивация и замечательный структуратор, если можно так сказать, если есть вообще такое слово. Теперь есть. Теперь есть структуратор. Про тренировки письма. Советы по тренировке письма. Как я уже говорила, это мое слабое-слабое, самое слабое место до сих пор. Поэтому я не знаю, насколько легитимно мне давать какие-то советы. Я просто брала... Там есть... Жанна Бальжанна, да. Там есть в тестовых вариантах и на сайте Cambridge English, и можно на разных информационных сайтах посмотреть примеры того, что вообще люди... Что вообще предлагается примерно, какого типа задания, какого объема, что требуется, и просто попробовать писать это. Я попробовала так. И иногда я еще... Наверное, что мне на самом деле больше помогло, это то, что когда я изучаю какой-то, допустим, онлайн-курс или какую-то лекцию, я себе делаю... В основном я изучаю это на английском. Я делаю себе как бы конспект. Я себе прям записываю какую-то мысль, останавливаю, если надо, отматываю, снова слушаю и записываю. На самом деле, вот это такое было более пассивное, более простое что-то, но что-то, что мне дало некоторое основание для того, чтобы писать более живо и формулировать мысли, потому что, да, проще всего сначала учиться, копируя. И я как раз там слушала, да, хорошее что-то, там, книги, подкасты, лекции, и я это записывала. То есть я получала двойную пользу. Я училась тому, в мозге у меня откладывалось то, как формулируются мысли хорошо и красиво, хотя это не было моей самой главной самоцелью. самоцелью было изучить предмет этот, но дополнительно вот я получила такой профит не случайным для себя образом. Больше, к сожалению, ничего не могу именно по письму сказать. Я очень мало тренировала его ценно-правлю. Я сейчас вспомнил, что я же хотел разработать курс по письму, потому что, ну, письмо я считаю своим именно таким, ну, одним из самых развитых навыков, потому что я пишу много и я это люблю. То есть я очень люблю писать. То есть я начинаю писать предложение, заканчиваю, что у меня три страницы написаны, да, и я анализировал, как это сделать так, чтобы это людям можно было презентовать. Ну, в общем, здорово, что мы это вспомнили. Возможно, я до этого дойду, когда появится заинтересован. Я бы определенно прошла. Заинтересованная аудитория, да, то есть я был бы рад этим позаниматься. Я хотел бы спросить, Англина, об этом, о следующем. Давай мы маленько по метрику прогресса поговорим. То есть вот ты говоришь, я конспектировал видео. Это очень, на самом деле, важный пункт. Почему? Потому что, когда люди спрашивают, особенно начинающие, что мне делать, да, вот что мне делать в плане языка. И очень сложно дать какие-то конкретные советы, потому что мы ограничиваемся какие-то абстракции. Смотри видео, читай книжки, как их смотреть, как их читать, как именно это делается, сколько, как часто, когда ожидать первых результатов и так далее. Вот я хотел бы маленько это все как бы оцифровать, то есть понять, сколько времени у тебя это все заняло, примерно какие-то этапы и так далее. Что ты делала? Потому что это очень такой комплексный вопрос. Во-первых, сейчас я мысли соберу в кучу, во-первых, люди, когда учат язык, они как бы себя заново открывают, потому что они проживают свою жизнь теперь уже в новом языке, они узнают настоящее о себе, прошедшее о себе, потом будущее о себе. Очень часто бывает забавно, когда у меня, например, ученик с уровнем средним, мы пытаемся найти, что ему посмотреть, чтобы развить свой навык до аудирования, и мы очень долго там разбираемся, что же, какие каналы, какие каналы, какие там книжки ищем, а потом вдруг выясняется, что человек любит готовить. Ну, в принципе, кулинария очень интересная оказывается сфера, и просто я думаю, блин, ну кулинарные же видео, их же там просто вот столько на YouTube этих кулинарных видео. Я помню, Глент, у тебя был вокабуляр лучше, чем у меня по кулинарии. Да, я помню, мы даже говорили об этом. Значительно лучше. Я как-то спрашивала. Да, да, и это, 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 блин, вообще, это, во-первых, очевидно, и это просто, и это приятно смотреть кулинарные видео, это приятно для глаз. Это понятно, там все просто, там все написано, там разные акценты, итальянские, французские, испанские, американские, австралийские, русские, вот, то есть, и вот я к чему веду, что я считаю, что проблема практики языка не в практике, а в том, где находить ее, то есть, человек не может найти для себя площадку для практики, то есть, он не понимает, что ему интересно, то есть, проблема начинается там, не читать, а что читать, не слушать, а что слушать, и на этот вот процесс поиска материалов уходят, ну, годы порой, на самом деле, ну, несколько месяцев, пока ты наконец-то себе сформируешь ареал информационного обитания, скажем так. Второй пункт, сложный, это то, что те, кто делают, они в силу там какой-то своей собственной ответственности, дисциплинированности и в целом увлеченности, не очень понимают, что они делают что-то необычное и склонны занижать свои усилия и поэтому не могут, скажем так, дать пример тем, кто хотят такого же уровня достичь, объясню, что я имею ввиду, то есть, например, есть, вот у меня была студентка, подросток, я у нее спрашиваю, ты YouTube смотришь? Она такая, да, у нее уровень 20, она сдала IELTS на, по-моему, 7,5, то есть, это уровень уже, по-моему, шестой, то есть, advanced, ну, она свободно вообще разговаривает, свободно все воспринимает, училась в Канаде немножко, вот, и я у нее спрашиваю, сколько ты смотришь YouTube в неделю? Она говорит, ну, каждый день, по часу, по два, так это, то есть, вы должны понимать, это в день, час-два английского языка только в уши льется, то есть, в неделю это 7-14 часов, а сколько в неделе часов, то есть, это, по сути, ну, какой-то там уже серьезный процент от вашего в принципе бодрствования, вот, то есть, ответ на вопрос, сколько времени вы должны тратить на изучение языка, чтобы достигнуть высокого уровня, он вот, прилично на самом деле, но ты вот говоришь про комфортный уровень, да, когда не торопишься, просто, как бы, такой у тебя чил, постепенно, постепенно наращиваешь свой скил, вот, сколько у тебя времени это заняло, сколько ты времени тратила, что именно ты делала, то есть, вот ты говоришь, смотрю видео, делаю конспект, это очень круто, потому что это не просто, как бы, тебя-то пролетает через два, ты еще как-то фокусируешься, концентрируешься, пересматриваешь одни и те же эпизоды, мозг на это больше внимания уделяет, ты же ко мне пришла, ты была, ну, вот, у тебя, я по пальцам руки, рук могу перечитать, сколько я людей видел с подобным уровнем, вот, именно, в России, то есть, за свою практику, да, в принципе, вот именно, кто учил язык нуля, я таких очень мало знаю, очень, крайне мало знаю, чтобы настолько свободно было владение языком, то есть, по сути, это крайне важно понять, как ты к этому пришла, потому что, я не видел проблем с говорением в тебе совершенно, когда ты спокойно здесь снялась. Это были внутренние, скорее, проблемы. да, но внешне, внешне, то есть, это, ты говоришь, у меня был школьный уровень, а потом ты приходишь ко мне и говоришь лучше, чем многие преподаватели английского языка, ну, вот, что случилось, как, то есть, вот, нужно вот этот путь понять, как это произошло. Слушай, если речь идет о том, что, да, там, один-два часа, как минимум, смотреть, у меня примерно так же не получается в большинстве дней. Дело в том, что, если ты попытаешься сразу, еще не привыкнув, не втянувшись, не полюбив, да, смотреть и слушать на английском, если ты попытаешься сразу два часа каждый день это делать, то это не полетит. Вот, то есть, этот процесс, наверное, индивидуальный, я думаю, то есть, найти для себя что-то, рецепт действительно абсолютно отлично, вводное для этого, потому что можно действительно там, грубо говоря, кулинарные рецепты имеешь, да? Кулинарные рецепты имеешь, да? Да, да, я очень много смотрела кулинарных видео, просто потому что некоторые каналы, вот, о чем я и говорю, в плане разнообразия контента, столько каналов на английском, которые, да, они про кулинарию, но они не так вот, вот, делайте так, 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 вот, рецепт. Настолько уже много каналов, которые просто делают всякие эксперименты, делают всякие там батлы поваров, не знаю, вот такие вот вещи, которые как бы связаны с тем, что, ты понимаешь, ну, такая более-менее базовая лексика в плане того, что это просто разговоры людей, это просто там какие-то кухонные термины, да, но при этом они очень интересные, они очень увлекательные, там, драма какая-то развивается, и то есть постепенно, 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 алгоритм, на самом деле, раньше был хуже, сейчас гораздо чаще рекомендуют что-то новое, интересное, совершенно магически работает, и можно найти довольно быстро, нарастить себе базу, но заставлять себя это делать, такой путь в никуда, ну, по моему мнению, я знаю, что для меня бы не сработало себя заставлять, я просто постепенно увлеклась, я искала что-то, начала там, готовлю что-то, и почему бы мне не поискать сразу на английском, и так вот постепенно, с каждым пунктом, или как, там я увлекаюсь разными рукодельными вещами, почему бы не поискать сразу, как это делать на английском, а там уже тебе рекомендации разные выдают, каких-то новых, новых крафтовых вещей, каких-то, и всего такого прочего, и постепенно, постепенно она сама к этому приходит, особенно если ты проводишь в дороге много времени, я сейчас, я провожу практически два часа в день в дороге, и я могу всегда, там, смотреть не очень удобно с мобильного, но всегда можно там подкасты, допустим, слушатели аудиокниги, просто замечательные тоже аудирования, если ты тушишь не что-то очень сложное, что требует обращаться внимания, а что-то, ну, просто, что занимает твои уши, там, какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь художественная литература, не слишком сложная, Young Doubt, допустим, литература, всякие вот эти, фантастика такая, довольно легкая, они тоже обычно написаны не слишком сложным языком, замечательные они звучат для такой, для фона, и увлекательно, и интересно, не слишком сложно, и через это, вот, уже ты переходишь постепенно, как бы, ты комфорт наращиваешь, психологический, но комфорт с этим наращиваешь, с едой, и постепенно ты сам не замечаешь, как ты приходишь к тому, что ты слушаешь уже что-то там по профессии, или что-то более сложное, что-то там, скажем, связанное с саморазвитием, или с наукой, или с психологией, это органический процесс, который нужно просто запустить и найти то, что нравится, изучить себя в этой среде, по-моему, так. У меня, собственно, так оно включилось, я даже не могу сказать какие-то конкретные этапы, я не сознательно, изначально это никак не управлял. То есть, это все-таки в части это просто стечение обстоятельств вначале было? Это просто увлечение. Язык. Просто следуешь за своим увлечением. Ну, то есть, я смотрела достаточно много и там по-английскому, как там лексику, лучше употреблять какие здесь слова, какие правила. Этого я тоже смотрела достаточно, но это не единственное. И в основном вклад сделан на не это, это нужно для расчесывания своих знаний, которые у тебя хаотично набрасываются. И ты как бы их немного упорядочиваешь, изучая матчасти, что называется. А в целом просто следовать за своими интересами и органически ты будешь расти, 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 а там уже доберешься до каких-то более сложных вещей, которые тебе не так интересны, но важны. Что тебе надо изучить именно в языке, я допустил. И с этой вот этой базой того, что у тебя накопилось в пассивном режиме, ты уже можешь более просто перейти к этому, к чему-то более сложному. я здесь хочу сказать, что, во-первых, очень важно это набрать вокабуляр. То есть, в учебниках и вообще, в принципе, вот у нас традиция, да, что грамматика, грамматика, грамматика. И мне кажется, настолько вот такой, во-первых, грамматика, она простая, реально простая. То есть, ее реально, грамматику понять за минимальное количество времени английскую грамматику можно выучить просто вот, как математику, просто набор формул. Но вопрос в том, что вам просто нечего будет на эту формулу накладывать, у вас нет вокабуляра. То есть, проблема именно нарастить словарный запас. И вот об этом нужно думать. И поэтому, например, мне всегда кажется, что грамматика, она как бы вторично приходит за вокабуляром. То есть, более того, я замечаю, что люди, которые увлекаются языком или сумели себе построить жизнь так, что у них язык там присутствует, они грамматику сами отслеживают. Они ее сами идентифицируют. То есть, они видят тенденцию, ну, мозг так работает у человека, что мы тенденции видим. Это наш такой навык выживальщика, да, что ты пытаешься понять, где есть правила, где, потому что это облегчает тебе жизнь и повышает шансы на выживание или на успех. И ты замечаешь, что здесь так сказали, здесь так сказали, здесь так сказали, у тебя появляется вопрос, а это что, какая-то тенденция? А если это тенденция, это правило, а если это правило, значит, это грамматика. И ты идешь с этим к преподавателю, спрашиваешь, я правильно это понял или нет. И вот в этом плане я считаю, это самый эффективный способ изучения грамматики. Когда у тебя самого возникает вопрос, который ты сам отследил, смоделировал и пошел уточнять к более опытному специалисту, но в целом все именно про лексику. То есть можно общаться в принципе просто набором паттернов. То есть чем больше вы смотрите, чем больше вы впитываете, тем разнообразнее, тем интереснее ваши паттерны. И в целом вы можете, ну если цель просто коммуникация, можно не заботиться о правильности речи в данном случае. Грамматика здесь нужна для самоконтроля. То есть правильно ли я говорю или нет, знаю ли я правильно или нет. или если вы сдаете экзамен, там, конечно, вы должны знать правила, но общаться это просто опыт коммуникативный, то есть принятие информации и отдача информации. Да, я совершенно согласна и я заметила сама по себе, что когда я изучаю какие-то темы, то есть много смотрю допустим на какую-то тему, даже не обязательно на какую-то, а просто в целом такую тенденцию с тем, что вот этим пассивным изучением, что я запоминаю не просто отдельные слова, я запоминаю их целыми паттернами, какие слова обычно с какими идут, какие-то связки, какие-то выражения отдельные, которые целый такой сложный смысл могут раскрыть. И это действительно совершенно на автомате может происходить. Грамматик можно действительно изучить для того, чтобы вот это расставить по полочкам и в мозге, чтобы это сформировалось в более красивую систему. и да, для специально кто-то нужно, но действительно для коммуникации совершенно реально можно просто ориентироваться на то, чтобы в пассивном режиме набрать вот этот вот эти паттерны для себя, и мозг просто будет их выдавать в нужный момент, если на него слишком не давить. хватает. У нас уже получается 80 минут, что в принципе, ну, я себя очень комфортно чувствую и готов разговаривать дальше. Не знаю, как у тебя там по уровню энергии. И отлично все. Не разбежались ли у нас люди? Вообще нет, стабильно. Все на месте. Да, собственно, почему я и копаю глубже-глубже, потому что, ну, круто, и это же все история, это потом все будет смотреться, надеюсь, обсуждаться. Есть ли у тебя еще какие-то невысказанные идеи, до которых я еще просто не дошел, и одновременно обращусь к чату, пожалуйста, дайте нам знать какие-то вопросы, которые вас интересуют. Я знаю, да, что есть и начинающие, и опытные ребята, поэтому мы будем рады именно ответить на, собственно, вызов из чата. Думаю, это будет наиболее релевантным. Да, еще пару вещей, которые я себе отметила, когда готовилась к чатам. Совет, пожалуй. Мы просто каждый совет начинаем обсуждать и мы углубляемся в него, я забываю про все остальное, что я хотела порекомендовать. В принципе, это релевантно с тем, чтобы изучать пассивному хэв фан в пассивном режиме. Это то, что не следует пытаться охватить все сразу. В этом некоторые есть, наверное, минус как раз со стороны дачи экзамена, что у тебя может охватить паника, и ты можешь попытаться схвататься за все подряд и в результате не изучить толком ничего. Определенно такое может случиться с какими-то темами, особенно когда время поджимает и чувствуешь себя просто растерянным. Тут, кстати говоря, опять на помощь может прийти преподаватель, потому что он покажет свои слабые места, ну или если ты уж совсем не можешь или хочешь заниматься с преподавателем, есть ключа тестирование своих онлайн, чтобы проверить свой уровень английского, проверить свои слабые места и увидеть их, и сосредоточиться на них, например. И вот что у меня прямо сейчас хуже всего, вот это я буду постепенно делать и по чуть-чуть буду остальное, но вот это будет главный фокус, например. Главное, чтобы не было какого-то отпрощения к предмету. Побалансировать все по своим каким-то параметрам, по своим ощущениям. Вопрос. Есть ли какие-то стремления в плане цикантов и экзаменов? Пока что нет, как я уже говорила, CPA это пожизненно, навсегда со мной этот сертификат, поэтому именно в плане экзаменов у меня нет каких-то амбиций, но у меня есть кондиции в плане реальной жизни, что я бы хотела перейти постепенно на работу с иностранными заказчиками. Вот моя профессиональная такая цель, потому что я чувствую, что у меня я просто сижу на горе золота и никогда это не использую, но в этом плане я чувствую, что у меня есть еще профессиональные некоторые вещи, которые я хотела бы подтянуть, которыми я сейчас занимаюсь. может быть в течение где-то года я начну заниматься моим профессиональным движением в сторону других людей из других стран, чтобы использовать свой английский, чтобы он не был мертвым грузом. Он, конечно, не мертвый груз, я изучаю очень много с ним, но именно в практической жизни я его не использую. К сожалению. В рабочей, я бы сказал, жизни имеешь в виду, то есть именно профессиональную. Ну и для общения я ведь его не использую, только для пассивного изучения чего-то. Почему-то сложилось ощущение, что Ангелина преподает. Спасибо большое, я польщина. Я бы очень хотела, наверное, что-то преподавать, но пока не чувствую, что я в чём-то... Может быть, это синдром самозванца. У меня такое ощущение, что я ощущаю недостаточно хороша для того, чтобы кому-то преподавать что-то. Ну, ты же прекрасно знаешь, опять же, из тех же подкастов, что пока не начнёшь, ничего не узнаешь. Это верно. Мы буквально с тобой вчера пока планировали стрим, думали, да, что вот первые 50 чего-то, чего бы то ни было, там первые 50 видео, стримов, книг. А я не буду в плащах. Богдан, спасибо за ссылку к игре Among Us, тем, кто... Да. Удивился, почему я вдруг стал ржать, как конь. Это игра сейчас очень популярная, аналог мафии. Суть в том, что нужно на космической станции найти того, кто является самозванцем и убивает других космонавтов. Вот, и импостер, это, собственно, самозванец. И цель игры, да, вот как в мафии, найти, кто... кто этот злодей. Я бы, конечно, могла поклясться, что я, в общем-то, не такая, но ведь предатель так бы и сказал, верно? Слушай, но мы же... Вот ты, не знаю, смотрел, не смотрел наш урок с Анастасией про импостеризм, и вот там как раз у Криса офигенное вот это вот, то, что Катя написала цитата его, что люди и так уже знают, кто ты, если они тебе доверяют. Да, ты Крисдо пишешь, да? А? Крисдо. Да, 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 я тебе могу скинуть его видео, для меня оно было просто, ну, переворачивающим, то есть он говорит, что то, что вот ваше ощущение самозванца, оно у вас существует как разрыв между вашим восприятием себя сейчас и себя идеального, вот, но люди понятия не имеют, что вы там себе напридумали про себя идеального, вообще их это максимально не интересует, они согласны с тем, что вы есть сейчас. Я напишу название этого канала, YouTube канал Fitcher, особенно тем, кто работает в какой-то креативной индустрии, будет очень интересно. И сейчас ссылочку на видеошку тоже отправлю, что это прям офигенное видео, я считаю, ну, к сожалению, я с кем-то не поделился, я не вижу такой же, как у меня, вау, реакции, но я с этим, это как, знаете, как любимая песня кому-нибудь включаешь, как бы ждешь, что они там тоже начнут плакать и... Пока что у нас это клуб из двоих почитателей канала Fitcher. Да, ничего, но он хорош, он хорош. Пока там что-то новенькое. Спасибо. Что ж, у меня не осталось оправданий, пора, пора. Вообще, я хотела завести YouTube-канал, но у меня слишком много увлечений, я не могу решить, потому что все говорят, что нужно сосредоточиться на чем-то одном, когда ты делаешь YouTube-канал, на одной какой-то теме, потому что иначе люди не будут понимать, на что им подписываться. Тогда... Я не могу выбрать, я не могу выбрать. Слушай, я не согласен, я... Ну, в смысле, я не то, чтобы в позиции спорить с визионерами, да, но... Можно же сделать так, что у тебя просто будет там несколько тематик, и... Опять же, в процессе можно понять, что именно ты хочешь делать. И я вижу, вот именно в разнонаправленности какую-то привлекательность некую. Когда ты начинаешь, я абсолютно уверена, что стоит попробовать все. Это как мистер Бист, да, суперпопулярный. Он начал еще, ему было лет 12, он чего только не пробовал, да, он там и про игры, и про то, и про все, пока вот он в там, сколько, 18-19 лет не нашел свою нишу, которая взорвалась. Десятки миллионов просмотров на каждом видео. Поэтому, да, совершенно... совершенно согласно, что попробовать стоит все. Тем более, если хочется, я думаю... Вот опять же, мы тут, думаю, противоречим сами себе, то есть, когда люди говорят, что вот я хочу учить английский, но не знаю, что мне делать, да, вот это то же самое, что я хочу вести YouTube-канал, но не знаю, что мне делать. Ты в целом знаешь, что тебе делать, просто, ну вот, нужно... Видите, да, это одна и та же проблема, это именно познание себя, что конкретно я могу сделать самим собой, чтобы моя жизнь выстроилась сама таким образом, что я неминуемо начну это делать. Это именно такое... Это очень философский разговор, я постоянно к нему прихожу, что новые навыки, особенно вот в взрослой жизни, когда ты уже зрелый человек, очень сложно встраивать, потому что их нужно встраивать органично, иначе ты их неминуемо отбросишь. в силу различных вызовов жизни и смены обстоятельств, нужно очень грамотно это все вшивать в свою рутину. Я совершенно согласна. все упадет в нужные ячейки, но для того, чтобы каждый день что-то делать, нет, это не сработает. Нужно изменить структуру, для того, чтобы она сама направляла туда, куда следует свою жизнь. И еще я тут хочу добавить вот сразу же про результаты, то есть я считаю, что очень важно, чтобы вы видели, как ваши изменения, которые вызваны силой воли, влияют на вашу жизнь, чтобы вы увидели итог. Я приведу пример, да, вот, например, я очень не люблю спорт, прям очень не люблю спорт, но уже год я, скажем так, занимаюсь зарядкой, что для меня большая победа над собой, тут я делаю отжимания и пресс почти что каждый день. Началось там все с совершенно позорных там 10 раз отжаться, 10 раз сделать пресс, но вот сейчас я уже довел до 50 раз пресс, 25 отжаться, это для меня уже не так, что типа я встаю и просто готов умереть прямо сейчас и весь день как бы на смарку, потому что, ну, я вообще разбит. Но у меня была очень плохая физическая форма и сейчас я себя чувствую хорошо. И что было важным, что я начинал чувствовать, что действительно я могу уже отжаться не 10, а 15 раз. и я не умираю после этого. Вот это стало поворотным пунктом, что я стал верить, что я это могу. Я думаю, очень много людей боятся именно того, что английский язык это не их, то есть в том плане, что они это не могут делать. То есть кто-то может, а я не могу. И это очень, как бы на самом деле, страшный сдерживающий фактор, мне кажется, когда ты начинаешь совершенно новую для себя эстезию и ты просто не веришь, что ты можешь даже стать каким-то относительным новичком в этом, тебе это сдерживает. То есть нужно придумать для себя систему отслеживания прогресса и поощрений. Тут, я думаю, это, думаю, тоже как бы отдельная тематика, но вот сразу могу посоветовать, что можно делать, оглядываться назад регулярно. Что было вчера со мной, что было неделю назад, что было месяц назад. Особенно в начале, когда вы только начали учить язык, для вас три месяца будут, ну, бесконечно различными. То есть вы оглянетесь и поймете, что то, что вас пугало на первом уроке, там как будто глагол би, да, скорее всего это будет. Но так покажется таким элементарным по сравнению с тем, что происходит сейчас. А то, что происходит сейчас, покажется таким элементарным спустя еще три месяца. Дима, если ты все еще здесь и слушаешь, я напомню тебе про армию, да, вот КМБ. Первые дни, когда ты в 6 утра подлетевший заправляешь кровать, и непонятно зачем, ровняешь их кантиком, этими древяшками. 6 утра, и первые два дня, и потом не первая неделя, и потом две недели, и ты уже начинаешь как-то вливаться вот в этот безумный процесс, потом тебя поднимают в роту, и снова все по-новому начинается. И помню, мне друг написал в Новый год, говорит, Андрей, вот уже прошел месяц, ты точно уже сильно изменился. Просто за месяц, потому что, ну, в армии это ты делаешь вынужденно, но тем не менее, проходит два месяца, и ты уже как бы думаешь про себя, два месяца назад, думаешь, вот салага, сейчас-то я знаю, сейчас-то я знаю, где купить пряники, а тогда, а тогда, а тогда у меня не было канала поставки, то есть, а сейчас у меня, а сейчас у меня уже все есть, вот, и, то есть, это было очень смешно, то есть, в первые два-три дня за конфету, вот эту вот, леденец, мы готовы были убить просто, то есть, это леденцы, где, где взять сладкое, где, а потом, просто, месяц, два, три, они все еще, ну, как бы, леденцы, ну, да, неплохо, потом, значит, ты начинаешь кладать в чай вместо сахара, типа, ну, разве это еда, разве это конфеты, вот у меня есть шоколадная, сникерс, потому что мы, там, привезли из магазина, а потом, под конец службы, там просто ящики этих конфет, нахрен никому не нужных, потому что, поменялись стандарты, и, я думаю, ну, хоть и странная метафора, но это то, что происходит с человеком в плане развития, просто нужно очень грамотно отслеживать свой прогресс. Кстати говоря, вот, возвращаясь от философских тем к английскому языку, я вижу, Кадди пишет, да, чтобы при языке сложнее увидеть прогресс, и всеотнести его со своим, главное, понятием прогресса, да, потому что, свое понятие прогресса, оно может быть, очень, своеобразное у каждого, да, и обычно переоцениваешь себя, мне так кажется, и у меня есть хороший совет по этому поводу, он не только связан даже не столько с тем, чтобы отслеживать прогресс, он просто именно для обучения очень хороший, я забыла до этого упомянуть об этом, самое, почему самое, ну не самое, один из эффективных способов изучать, что бы то ни было, это возвращаться к этому периодически, но возвращаться к этому не так, чтобы просто вот, я прочитал книжку, да, я пойду ее перечитаю, так что я за этим прочитал книжку, выписал тебе какие-то, не так, ключевые понятия, скажем так, если вы у меня с этой учебник, я к ним вернулся, но я не смотрю в книгу, я смотрю на эти понятия, я пытаюсь восстановить, что было до этого, такое тестирование, самотестирование, оно очень полезно и для отслеживания своего прогресса, и для того, чтобы закреплять материал, потому что, прочтение чего-то или прослушивание чего-то, это все-таки пассивный такой режим, он, конечно, очень полезен, но если вы хотите глубоко что-то изучить, еще полезнее гораздо, это сделать своим это знание, сделать его, как бы, встроенным надежно в свою систему знаний, а для этого нужно активно его проработать, и вот как раз, кстати, эта техника называется по-моему, так оно называется, это как раз про то, чтобы возвращаться к своим знаниям, снова, как бы, снова себя напоминая, себя проверяя, если ты уже попробовал и не сделал, то тогда, да, ты можешь обратиться к тому, чтобы снова изучить, через какой-то период ты обращаешься к этому снова, есть очень хороший курс, я специально его себе встала, и сейчас я его скину ссылкой, да, сейчас, называется Learn how to learn, он бесплатный, на квартире, я просто собираюсь его еще раз сейчас пересмотреть ближайшие, там, не знаю, пару месяцев, наверное, потому что это просто абсолютно меняет все вообще, я никогда не умела особо учиться, меня соображала просто, потому что, ну, что-то соображала, но никогда я не была какой-то эффективной ученицей, потому что в школе, опять же, все почему-то ожидают, что мы будем учиться как-то сами, а то, что есть, может быть, я не права, может быть, я просто забыла уже школу, университет, но нигде особо не учат учиться, потому что это тоже навык, это такой важный навык, этот курс просто совершенно великолепный, я очень его рекомендую, замечательно его ведет Барбара Окли, если, может быть, вы слышали про ее книгу «Думай как математик», она называется, потрясающая женщина, она начала свою, как бы, карьеру, то ли с языков, то ли что, на несколько языков, она потом шла в математику и, по-моему, в программирование, и сейчас она профессор математики, хотя вообще всю жизнь у себя думала, что я математику не знаю, не понимаю, она знает, о чем она говорит, она как раз рассказывает про все эти техники, и про то, как мозг работает вообще, когда мы что-то изучаем, вот, и вот самотестирование очень хорошо для исследования прогресса и для того, чтобы просто хорошо глубоко изучать материал. вот это прям отдельный стрим, конечно, про учиться, учиться, это вот настолько классная идея, вот на самом деле, пока ты говоришь, у меня уже есть два вопроса, новых к тем, кого я интервьюирую, и вот про учиться, как учиться. У меня, мой бывший студент, тот же самый, который мне посоветовал книжку Phoenix Project, которая абсолютно офигенная книжка про IT, даже для тех, кто не айтишник, вот, он как-то раз сказал на уроке потрясающую мысль, что любой курс, где бы то ни было, в университете, в школе, должен начинаться с вводных основ, как учиться. Всегда. То есть, это первоочередной нова, как сказала Ангелина, то есть, это то, чему не учат, и то, на чем зиждется вся основа, весь фундамент, собственно, будущего прогресса, ну, или его отсутствие, потому что ты просто, я замечал у своих студентов, то есть, я помню, раздражался, ну, почему, почему они не делают домашнее, почему они не делают то-то, почему то-то, а потом, ну, потому что они не знают, что это нужно делать, у них это не сработало, то есть, это, либо им это не объяснили, либо у них это, просто нет такого навыка, либо, Андрей, это ты не доработал, ты не объяснил, что так надо делать, оказывается, что вот в этих вот механических дриллах, да, что откройте тетради, запишите слово, транскрипцию, перевод, огромный смысл заложен, потому что в этом есть, вот, систематизирующий эффект, то есть, ты просто объясняешь людям, что они должны делать, чтобы их знание кристаллизировалось, и приходило в какую-то систему, и, то есть, я с удивлением для себя, ну, год или два года назад обнаружил, что действительно это важно делать, прям, людям объяснять, какие шаги они должны предпринимать, чтобы их язык стабильно развивался, и это не очевидные вещи, то есть, это вот не то, с чем человек рождается, это нужно прививать, и по большей части это не делается, к сожалению. даже когда было, что такое, кто-то упоминал, это там, в школе или университете, у нас был своего рода, такой мини-курс, на первом курсе, он у нас назывался «Введение филологии», и там немного запрагивалось, как бы, тема, там больше было, про то, вот там, допустим, что такое реферат, что он собой представляет, пример, напишите пример реферата, ну, что-нибудь такое, не сказать, что какая-то глубокая проработка приемов каких-то, скорее всего, это все нужно делать сознательно, потому что этому очень сложно научиться, если человек, ну, что активное нужно, вот, актив рекол, вот это все в хуйнине, все нужно делать проактивно, то есть, если ты сам этого не сделаешь, то никто не сделает, и я не думаю, что здесь, когда люди не делают домашку, проблема только в том, что они не умеют учиться, проблема в том, что они недооценивают важность своей практики. Ты комментарии видишь, да? Да. Я сейчас вам пришлю еще кое-что. Еще про, раз уж мы про обучение, я сейчас очень увлеклась этой темой, потому что я открыла заново для себя радости изучения после этого курса, я вам сейчас еще посоветую кое-что. Ну, это не совсем про изучение, это скорее про создание контента, может быть, даже. Есть такая идея, концепция, называется second brain. То есть, грубо говоря, второй мозг. про создание какой-то отдельной от тебя системы знаний твоих. Знаете, есть такая концепция, getting things done, очень известная концепция продуктивности. Слышно ли про такое? Если спрашиваешь меня, в частности, то, к сожалению, Женю я нету. Ну, и тебя тоже. И тебя тоже. Всякий случай. Ну, вот, вы можете погуглить тоже, getting things done, GTG, по-моему, GTG, короче говоря, у меня плана с аббревиатурами. И автор этой концепции, он очень, очень ключевая идея у него, это в том, что не нужно использовать мозг для, что называется, не надо загружать оперативную память. Если тебе нужно, нужно запомнить сейчас там время какого-нибудь урока, скажем, или твоего какой-то встречи, или тебе нужно запомнить там список покупок, запиши, всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё записывай. Никогда не держи в оперативной памяти ничего. Ну, понимаете, что я имею в виду под оперативной памятью, да? Не в долговременной памяти, а вот прямо сейчас не пытайтесь держать в голове, потому что вы отнимаете фокус от своей деятельности. Прямо сейчас. Когда вы могли бы просто взять бумажку, записать на неё, и всё, и вы бы освободили себя. Вот. И SecondPrate строится вот поверх вот этого всего. Она как раз про то, как строить вот эти системы своих знаний. то есть всё, всё, что ты, возвращаясь к конспектам видео, делание конспектов видео, которые я упоминала в начале, я сейчас начала в программе Notion, если кто слышал, такое очень, очень классная вещь для отслеживания своих там дел, планов, проектов, абсолютно универсальный инструмент. Я завела там вот этот SecondBrain, и я туда закидываю видео, которые я смотрю, и ключевые пункты из них выписываю, статьи, которые там я читаю, и вот строю себе вот этот SecondBrain. И это поможет, если ты занимаешься контентом, это очень поможет, потому что иногда нужно взять свои какие-то знания, как-то их структурировать, и ты иногда там не помнишь, откуда ты взял какую-то идею, или ты не уверен в том, как это всё звучало, и сейчас уже не можешь понять, откуда это было. И когда тебе нужно объяснить самому какие-то концепции из этих чужих концепций, да, создать что-то своё, грубо говоря, такой список литературы для себя создать, карточек, да, как для курсовой работы, это очень помогает, потому что ты можешь просто вернуться в свой SecondBrain, по ключевым словам или по автору, или по цитатам, как-то поискать и найти нужную тебе информацию. Своим мозгом ты, конечно, не можешь такого сделать, это несовершение я очень как я открыла это ссылку на youtube-канал ты знаешь это если вчера мы тоже обсуждали этого парня британец ли отдал он он доктор вообще и он очень-очень успешно учился в кем же по-моему начался и у него если про ранжируете по самому популярному там как раз самый популярный у него видео в основном про учебу и вот я много из того что я знаю сейчас в обучении прочитать про самим проект я узнала от него очень рекомендую если вы увлекаетесь там продуктивностью и тому подобными вещами как свою жизнь упорядочить лучше всего очень рекомендую его канал и там может быть есть наверно даже ссылка на его подкаст довольно интересный подкаст на схожие у него есть инстаграм еще он там тоже постит да в инстаграме но в основном постит там из своих же видео из своего же канала я просто думаю что тоже важно платформа да то есть иногда тяжело сразу перейти на новую платформу ну вот например вам youtube чужероден а инстаграм приятен начнете с инстаграма найдите того кто вам интересен на инстаграме потом будет проще совершить этот вот трансфер себя на платформу потому что уже будет скажем так там будет товарищ который вас как бы пригласил к себе на вечеринку а потом уже вы познакомились с остальными товарищами очень хорошая штука в плане байтсайз информация то что порционно да в этом плане очень хорошо я заметил что я говорю очень много в этом плане если мы говорили по-английски мне кажется мы может быть даже лучше бы звучали но да это мы поработаем над этим я хотел сказать что буквально можно делать новую серию видео чему может нас научить ангелина то есть каким сервисом каким лайфхаком и брейн хаком вот я думаю что один из до один из самых вот прошаренных людей в этой сфере которые постоянно что там ищет и находит разных очень прогрессивных продвинутых товарищей это вот собственно если у вас такие вопросы есть что посмотреть кого послушать это точно ангелина ну вот тебе пишет да это видимо носить но сидел на свой 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 ник в инстаграме он не только в инстаграме на самом деле вы можете мне ну да собственно зачем я вас кидала когда я здесь уже под этим именем можете писать мне если если вам что-нибудь интересно я могу дать еще какие-то рекомендации потому что это у меня сейчас главный фокус помимо моей работы это то что я начала нырять продуктивность и так далее можно я еще спрошу две вещи которые меня очень интересуют я думаю что их нужно добавить в пул вопросов которые задаются каждому человеку на этом интервью первый вопрос он мне кажется ну может быть более простой как ты думаешь насколько влияет окружение в подпитке мотивации то есть вот то что ты например единственный человек своем в своей среде который интересуется английским языком может ли это демотивировать нужно ли пытаться находить людей которые также интересуются английским языком или в принципе можно самому с этим справляться то есть насколько вот важна роль среды данном случае я думаю что среда важна но не настолько насколько можно подумать потому что не менее важна та среда которую ты видишь для себя онлайн то есть ты допустим смотришь то какие-то youtube каналы раз уж мы все пройти пройдем и ты там допустим может может общаешься в комментариях а может это же нет ну ты просто видишь что вот есть вот такие вот такие вот такие люди я чувствую что я вот из одного племени с ними и это уже уже поддерживает тебе комфортно онлайн существовать а вот для людей которые вот больше как бы реальную жизнь до живут то есть не так много времени проводят в сети вот для них наверно это будет более актуально находить похоже за таких людей мне сложно говорить потому что я я живу вирту виртуальном пространстве вообще постоянно специфика работами такая делаю веб-сайты но как ты не ты чувствуешь себя вот как бы частью комьюнити онлайн правильно я себя чувствую меня вполне устраивает того что меня по большей частью большей частью в онлайне моего как бы я чувствую себя частью сообщества мне нормально но я думаю что мне было бы все равно сложнее если бы у меня в реальной жизни не было бы вообще никого кто бы разделял какие-то мои увлечения потому что это все равно это влияет просто потому что когда находишь кого-то онлайн как правило если ты его нашел скорее всего это человек который из незнакомого дачи человека скорее всего это человек уже какую-то аудиторию приобрел может начинать казаться что это вот это это не мой уровень я я это я мне такого не дотянуть я не такой крутой все такое в реальной жизни когда ты знаешь людей которые изучают то же самое или увлекаются тем же самым достигли некоторых успехов ты уже думаешь что ну вот этот человек вот он живой вот рядом со мной такой же как я я думаю что я тоже могу этот в этом плане то для уверенности именно в себе я думаю что это очень полезно просто в том чтобы адекватно смотреть на этих людей и когда ты видишь перед собой таких людей оглядываешься на людей онлайн думаешь ну и получается ведь это тоже живые люди это не какие-то суперзвезды любая звезда это тоже просто живой человек который через там свои знания умения навыки и некоторое количество удачи которая может любому достаться в и не узнаешь пока не попробуешь что чего-то добился значит я принципе могу чего-то добиться не обязательно быть звездой для того чтобы быть счастливым для того чтобы быть довольным жизнью и достигать каких-то целей скорее так я думаю что это полезно но не обязательно иметь прямо огромное сообщество рядом с собой да у меня вот я знаю тебя я знаю твою сестру я знаю да и все и все 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 люди моей жизни которые увлекаются английским но тем не менее вот я знаю что у тебя там был клуб которым приходили люди такие же как я который прикольный звук это все помогает а это помогает альтеристично смотреть на вещи конкретно для изучения онлайн-сообщества тоже может большую рост играть вот ведь так как интересно он грин и доминирует на на больше не английский язык а то каким целям он служит и мне кажется ты себя по идее относишь вот группам людей которые увлекаются каким-то предметом и поэтому тебе комфортно язык выступает такой инструмента ребята клуб теперь онлайн и он гораздо больше и он будет больше это в частности я все хочу про это как-то сказать вы поймите что вот я сейчас стал да самостоятельно вести свое дело и но дело это пока сильно сказано тем не менее это самые-самые зачатки если все будет идти гладко не проблема с кем будет русском языке потому что кондиционалы вмешиваются и не хочется говорить будущее время с если так вот если все будет идти гладко и будут и финансы и поддержка то клуб появится снова только уже мощнее как бизнес ну смысле как пространство непосредственно существующая постоянно не как прироста к какому-то другому бизнесу как самостоятельная единица то есть это вот собственно почему мне хотелось бы чтобы все это преуспело да там и стримы и видео и чтобы это все какое-то давало обороты финансовый финансовую и просто и прибыль потому что я это делаю именно с той цели чтобы максимально максимально большое количество людей в это вовлечь это я не для себя это просто масштабирование масштабирование чтобы мы могли в красноярске открыть пространство до которая будет уже брендирована нами чтобы чтобы онлайн вот этот зонтик раскрылся и чтобы концепция могла распространиться другие города например да чтобы потому что есть люди с нашего клуба в питере есть в москве то есть до офлайн на некоторое время угас но он не пропал на совсем он просто переместился скажем так в другую сферу чтобы там стать мощнее и вернуться обратно когда тем тем более что время так удачно это это сейчас все равно офлайн клуба быть не может его не может сейчас быть то есть если и был момент для такого стратегического изменения планирования то он вот сейчас есть ну то есть максимально возможное совпадение поэтому собственно от я всегда говорю да что комьюнити это ключевой фактор успеха какого-то проекта то есть то что вы делаете ваша поддержка ваша активность ваша ваши идеи это критически важно для того чтобы что-то преуспела или не преуспела и в частности весной да то есть я был очень расстроен тем холодным приемом который мне оказал клуб в плане онлайн проекта но я понимаю это действительно был очень большой прыжок да но я думаю что идея была новая этим этим все объясняется я думаю что со временем она все придет в более понятные рамки теперь моему второму вопросу если бы ты англина начала учить новый язык с нуля какие бы ты шаги предприняла вот у тебя есть например ну там год полгода ты хотела бы достигнуть максимально возможных твоей ситуации результатов и у тебя нет такого то то что вот прям надо этот язык выучить да и все ресурсы для этого есть вот как вот обычная ситуация я хочу я считаю что я считаю что это как раз вот тот момент когда ты можешь себя идентифицировать с начинающим да то есть что вот и опытный опытный кто спикер иностранного языка английского чтобы что ты делаешь чтобы выучить третий язык и вот кстати говоря один момент к про который я забыла порекомендовали в плане тестирования себя очень хорошая я считаю использовать этого онлайн сервисы и они помогают даже начинающим какой-нибудь дуалинга для начинающих просто замечательная вещь а для продолжающих на английский на английский хотя бы они добавили другие языки тоже я очень много занималась несколько месяцев очень интенсивно занималась на lingualeo не знаю что там сейчас происходит он как-то немного изменился этот сервис но он очень был хорош для отслеживания своего прогресса то есть он давал тебе слова повторять постоянно и так далее так далее там кучера материалов на основе которых можно изучать вот это для меня это сработало я могу его рекомендовать вот и как начинающие сейчас я попробовала ходить к преподавателю я изучаю немецкий я пробовала ходить к преподавателю и не сработало это для меня в тот момент жизни когда я где-то год назад я это пробовала даже больше года уже наверное теперь не сработало потому что просто был потому что и преподаватель не плохой это что-то преподаватель была замечательная но у меня слишком много всего было я не могла себе просто выделить внимание потому что это был такой период когда вот как раз приходилось использовать силу воли приходится до сих пор потому что я не могу сказать что сильно продвинулась для того чтобы там делать это задание а при этом очень-очень много у меня нагрузки было другой в жизни не было способа очевидного пассивно это делать сейчас я еще еще больше всего хочется сказать еще больше всего и я по-прежнему не могу себе позволить выделить время на то чтобы сейчас преподавателем заниматься как-то серьезно и делать домашние углубляться поэтому я просто изучаю его на таком пассивном режиме по чуть-чуть там дороги каждый день кое-какой прогресс есть а кое-какие слова помню кое-какие фразы там помню нет я не буду рисковать не хочу ошибиться и не буду рисковать что-нибудь говорить но в таком вот как полу пассивном режиме я сейчас его очень хотела изучать его как-то капитально но не не хватает времени для этого первых условия не позволяют для того чтобы это оффлайн найти единомышленников пойти друг на групповые какие-то занятия или даже преподавателем пойти заниматься небезопасно поэтому можно это на стопе я не могу бы хороший совет если честно дать именно для прям совсем совсем начинающих потому что по-английски я была начинающей в втором классе последний раз но это не важно потому что вот идусь давай я маленько конкретизирую слой вот тебя есть четыре часа нет пять часов неделю вот прям ты сумела пять часов неделю вывести на английский на новый иностранный язык и например бюджет ну достаточно чтобы либо нанять преподавателя либо что-то еще с ним сделать что вот пять шагов которые вы тут точно делала для поднятия уровня вот пять часов есть неделю так ну как минимум два и даже наверное три часа я бы отвела два часа на занятия с преподавателем как меня не было а чтобы ты делала там сложный вопрос как тяжело быть начинающим вот и я считаю что это очень важный вопрос возможно даже снимать либо следовало начинать его часто понимаю это то есть то где находится любой спрашивающий как мне учить язык вот с точки зрения совсем совсем начинающего у меня очень ограниченный опыт я даже сказать с английским было потому что он как-то сам в детстве там выучился в школе да потом уже потом уже интереснее потом ты уже что-то понимаешь но сейчас для меня в немецком я пытаюсь делать как раз то что мне интересно чтобы не отбить себе вообще все желание его изучать мне почему-то очень нравится на немецком музыка многим людям не нравится как звучит язык мне очень нравится первое мне очень нравится уже жук и и там смотреть переходы переводы песен которые мне нравятся и это очень увлекательно потому что ты на новый язык практически не понимаешь ничего и для тебя такой сюрприз когда ты читаешь что мы понимаем под смотреть перевод то есть мы же учимся да то есть что значит смотреть перевод песни с тем чтобы научиться языку в твоем понимании я смотрю и его на английском чтобы совсем уж не упрощать задачу обычно и какие-то песни которые я много слушаю я там пойму да и посмотрю уже после того как я их послушала много раз да и с обычно я стараюсь смотреть перевод где одной стороны текст другой перевод прям построчник и это помогает какие-то фразы заметить тут мир light то есть ты их заметила и дальше что они просто остаются память или ты записываешь как фиксируешь нет ничего вообще не могу хороших советов дать совсем начинающих потому что я не глубоко как-то в это дело сейчас еще не погружают я не готова психологически я не хочу себя добить желание я чувствую что через сопротивление просто то что прям откладывается сама откладывается я я прямо это я сейчас прям начинаю аж у меня ажиотаж я прям хочу вот эту тему копает начинать потому что ты так сопротивляешься мол типа я не знаю я не знаю что делать и вот видишь это как раз то что нам и надо человек начинающий я не знаю что делать и мы должны ему объяснить что делать и ты говоря я не знаю что не делать или не знаю что вешка что я скажу находишься абсолютно в той же ситуации и поэтому мы здесь у нас об этом стоит копать да да то есть это это мы же мы же до этого собрались что делать человек который говорит я в принципе не особо мотивирован учить английский язык но хочу вот хочу вот вот если бы у меня было время так допустим если у меня не было огромные загрузки которые мне сейчас мне было время у меня были финансы я бы сделала вот что я бы нашла для совсем начинающего я бы определенно нашла преподавателя и определенного нашла преподавателя который где 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 это тоже важно вот я вообще понятия не имею как учить как учат иностранные языки иду в первую прошлую школу там встречаю мари ванну нам не отбивает еще желание на пять лет учить языки я по этой причине я бы не пошла куда-то я пошла куда-то про что есть отзывы там есть много отзывов есть информация или если это какая-то школа или если это какой-то преподаватель допустим на сервисах типа по моему тьюторный сервис или как-то так называют весь сайт на котором можно найти преподавателей с отзывами с рейтингами с там даже вступительными видео где они себе записывают можно посмотреть что человек из себя представляет какой у него характер может быть какая у него манера говорить потому что это тоже важно если ты общаешься несколько часов в неделю с ним а вот я нашла себя преподавателя я бы началась с ним заниматься разом два-три в неделю и делать домашние задания вот так если бы я могу по времени такие какие домашние знания это правильно я буду доверилась не стала бы вмешиваться но кто может лучше тебя знать что тебе делать дома я не понимаю тебя это хорошо я когда учил испанский язык полгода мне ни разу не давали домашние знания потому что я давал сам и я я же решала что мы делали в классе хотя ну то есть не был преподаватель я считаю что правильный подход это потому что ну кто кроме ученика лучше знает что может делать конечно можно давать рекомендации преподаватель может давать рекомендации потому что он смотрит со стороны но опять же вот я всегда говорю если у вас есть выбор между моей домашней и любимым сериалом на английском языке кладите на мой домашнюю просто ну вы поняли и смотрите свой сериал почему потому что это важнее в разы что вы делаете то что вам нравится это вас подпитывает и скорее всего вы потратите больше времени на этот сериал чем на мой домашний домашний вы сделаете там тяп-ляп ну возможно а свой сериал будет смотреть всерьез и то же самое там ну в общем это работает мне кажется всегда это и и и да преподаватель может объяснить какие есть варианты домашний но я не понимаю почему я должен контролировать то что идет ученик все игры вот ты можешь например скриптовать аудирование или ты можешь делать то-то 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 делаем сделаешь покажи можешь не показывать в принципе потому что ну здесь возможно я совершаю ошибку потому что я по себе служу то есть я считаю что вот у меня с универа не было препода да то есть я в 23 закончил университет и с тех пор мне не было препода английского тем не менее сейчас у меня есть ученики которые препода английского и почему то есть суть в том что когда ты пишешь например ну эссе или пишешь сочинение или пишешь посты на английском языке их никто не проверяет ты хрен с ним ты их уже написал ты уже попрактиковался если тебя есть вопрос гугли и и таким образом ты растешь то есть если ты пишешь даже в стол это все на практика то что просто я раньше не рефлексировала но я вдруг поняла что это одна из вещей которые делают себя таким хорошим преподавателем потому что гибкость гибкость не нет вот этого вот этой жесткой структуры как школе которая вводит тебя в тоску и заставляет ненавидеть мы с тобой хотели поговорить об этом если хочется поработать на грамматику работали над грамматикой потому что нет какого-то необходимости себя мучить и загонять я это просто не рефлексировала даже не задумывалась что действительно ведь это важно когда ты изучаешь что-то новое ты изучаешь это особенности изучаешь это не с целью там допустим стать экзамен грубо говоря просто ты хочешь это изучить очень важно гибкость да поэтому скорее всего если бы я начала заниматься давать до поначалу я бы как бы присмотрелась к тому что преподаватель дает там и домашние задания а когда уже как бы общение налажено и процесс немного налажен я бы начала носить предложение то есть я бы почувствовала ритм какой мне комфортно как мы идем я бы начала носить предложение по поводу того что бы я хотела проработать как бы я хотела это проработать потому что у меня есть некоторые опыты с английским я уже немножко могу почувствовать как комфортно ты знаешь от чего ты кайфуешь видишь то есть взрослый человек осмысленно это но отдельная тема что делает человека взрослым осмысленным и зрелым если ты знаешь себя ты знаешь от чего ты кайфуешь есть смысл привязывать образование мне кажется на к этим процессам то есть если ты кайфуешь от письма от там чирканье пожалуйста пиши на новом языке если ты кайфуешь от музыки слушаем музыку и стыкаешь от сериалов на весел и так далее и это касается совершенно неожиданных решений вот у меня есть кейс в практике очень интересный психологические считаю это прям чистая психология значит все решает ручка просто пишешь а я ручка вот тебе у меня есть ручка моя любимая металлическая мне потребуется на основном уже прошла будапешт и и африку и она вот у нее очень тон она это вообще мутант ручкой сейчас я покажу есть в этом смысл да секунду значит вот она на металл но стержень ее не родной это вытащенный стержень из другой ручки он очень тоненький такой остренький остренький ей очень приятно писать у меня одна ученица постоянно ее на руках брала чтоб писать как-то раз она попросила можно я ее возьму на себе на выходные домой мне нужно составить план дел и на следующий рок она пришла мало того что она сделала свой план дел она еще написала сочинение причем что сочинение на обычно написал вот эта самая ручка то есть это распространяется на совершенно сумасшедшие вещи то есть казалось бы как это может вообще влиять на процесс но влияет на процесс то есть возможно вам нужно просто-напросто здесь сесть на диван а на пол и делать домашнее то есть я за собой очень часто замечаю что я не хочу писать пост потому что мне придется сесть за компьютер и меня болят локти от стола я не хочу снова это чувствовать и я прокрастинирую как только я беру ноутбук и ставлю его на диван и ложусь все пишется сразу то есть она может быть вот эти вот сдерживать сдерживающий фактор который держит ваше образование но может быть совершенно не связанных с мотивацией и волей вещах это может быть то что вы бог его знает что там может вас освещение не устраивает может может запах квартире можно там огромное количество факторов да мы можем ли что можно себя заставлять но человек себя заставляет постоянно его постоянно что-то заставляет так что да я сейчас вспоминаю про то что люди когда начинают заниматься 8 качество физической активностью часто они вот я же только начинаю и покупать себе такую себе некрасивую и неудобно неприятную спортивной одежды и что я буду даже надевать не хочется чтобы заниматься когда ты покупаешь что-то классное да и это просто отдельное удовольствие это вещь дополнительная мотивация классные супер удобный кроссов домашнюю я всегда делал при свечах университете по-английскому я покупал свечки меня считали в местном ларьке сатанистом причем спросили реально спросили вы сатанист я говорю нет я домашнюю любят делать при свечах и не знаю поверили не поверили мне прям садился северам такой романтик устраивал классно было спрашивают катя а что главное преподаватель с вашей точки зрения хороший вопрос главное преподаватели планы выдавать или это коннекция преподавателем это совершенно субъективная штука мне кажется ну то есть конечно важен профессионализм и квалификация если человек может быть очень хорошо квалифицирован но он может быть совершенно применять допустим методы которые совершенно не сочетаются с твоей личностью у меня в смею встречались такие преподаватели определенные которые просто не подходили мне совсем есть конечно некоторые универсальные вещи понятно что есть хорошие преподаватели на есть андрей например а есть и преподаватели которые ну ну не сказать чтобы ивны не очень эффективно обучают это может как все счастливые все счастливые семьи счастливы одинаково каждая не счастливая семья несчастна по-своему также с преподавателями объективно есть конечно какие-то вещи вот та самая гибкость естественно отличные знания со своей стороны готовность слушать очень важно готовность слушать не поправлять каждый каждое заикание каждую там какую-то наговорку или опечатку чувствование вот поток ощущение потока который создает человек вот это очень важно если этот поток сочетается особенно если он сочетается с тобой субъективно вот это идеальный преподаватель исправление ошибок я помню у меня были мысли по этому поводу что я сейчас почти что людей не поправляю если они только не просят специально максимум что я сейчас делаю это записываю ошибки не возвращаюсь в конце занятия но порой даже вообще не трогаю тему почему потому что я стал понимать что люди сами знаю что они ошибаются не просто в курсе что они говорят но не очень и как бы им это еще их об этом дополнительно информировать нет никакой необходимости более того в этом не будет никакого проку потому что ну окей вы еще раз это обсудили пока у него не накопится критическая масса практики двигание не настанет есть смысл работать над каким-то системными ошибками которые рискуют стать клишированными проблемами вот да там конечно можно вмешаться но в целом это хороший пункт слушай ну вот смотри музыка найти преподавателя да то есть посмотреть на отзывы о преподавателе это очень важные пункты что еще если бы ты вот начали изучить язык я все как бы не отстаю видишь что еще можно сделать чтобы ты сделал я пожалуй продолжила бы скорее всего заниматься на уже был один к просто потому что это позволяет раз возвращать одному из пунктов о котором мы говорили позволяет отслеживать свой прогресс очень хорошо таком пассивным полу пассивного как бы режиме на которой не тратится много времени можно просто периодически там раз в день пару раз пройти урок и пару уроков постепенно видеть вот прям буквально визуально да вот в этом в их курсе можно очень хорошо видеть свой прогресс и он показывает когда прошло какое-то время и пора повторить какую-то тему возвращаешься к ней и тебе так легко 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 и ты такой я так хорошо знаю язык дополнительно дает мотивацию и это дополнительно позволяет тебе контролировать свой прогресс я продолжила этим заниматься просто потому что это очень приятно особенно когда ты углубляешься во что-то и ты начинаешь быстрее двигаться и ты видишься прогресс быстрее и она вот так вот этот круг начинается потока кормит само себя вот что еще конечно я бы начала смотреть на ютюбе я уже начала на самом деле смотреть немецких ютюберов ничего практически не понимаю но ну просто мне нравятся эти люди мне нравятся интересные видео даже если я не понимаю что они говорят их довольно интересно смотреть и приятно слушать и я чувствую что равно я как-то прогрессирую потому что я начинаю паттерны какие-то улавливать еще не знаю что значит пола которые в этих выражениях а но я уже сам ритм ловлю произношение ловлю это тоже аккумулятивный эффект а ты можешь поделиться чем какие каналы смотришь то есть чтобы может у кого-то это вызовет эврику эффекты в реке спасибо вам огромное вы мне надавали столько комплиментов и такие замечательные вопросы задавали спасибо вам большое что пришли сейчас я поделюсь спокойной ночи спасибо большое за то что поучаствовала за комментарии это прям класс спишемся позже если я найду сейчас своих сотнях подписок на ютюбе слышно да сотни сотни сколько у вас подписок осмысленных у нее все смысл и большая часть смысл и до почти всех я не смотрю единственное который мне сразу пришла в голову который я действительно смотрю регулярно девушка такие про еду это не примет немецкий да это это типа влог ну то есть она про жизнь рассказывает ну не то чтобы влог у нее скорее вот у нее перед каждым рождеством у нее там серия про то как она адвент календари там открывает там в основном у нее там она делает разные там скажем еду из каких-нибудь телешоу как типа она в реальности была бы ну такие вот вещи да я думаю что нам тоже надо да давай еще 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 один последний пункт искал опять да то есть вот мне первый сказал ты песни смотреть и разбирать второй был это пойти к преподавателю хорошему по отзывам выбрать третий пункт это заниматься на платформе dualingo 4 ты смотришь ютюбер который тебе нравится настолько что даже ничего не понимая ты все равно их смотришь вот ребята это пожалуйста осмыслите как каким должен быть канал который вам поможет тот что вы готовы смотреть как ребенок смотрят на родителя и впитывает язык да то есть на понимание слова а просто читая эмоции и отслеживая паттерны у вас мозг построен эволюционно так миллионы лет прошли чтобы мозг научился отслеживать паттерны это очень мощный механизм и от него никуда не убежите это вам поможет пятый пункт последний я думаю что он есть если честно потому что это интервенция собака собачья я уже засиделась меня требуют мне не вполне достаточно этих я бы не ограничилась тогда я предлагаю сделать вот таким знать знать когда нужно остановиться себя похвалить уже хотя бы за то что первые четыре были и равно это всегда в любой изучение чего угодно замечательная вещь нужно даже я сама этому не следуя на часто довольно часто несколько раз встречала советы о том чтобы вести допустим какой-нибудь в своем дневнике отмечать какую-то хорошую вещь и хороших вещи о себе и вести дневник того сохранять цитаты допустим хорошие о себе чтобы те моменты когда ты вот чувствуешь что вот все как-то не ладится все вот неужели ничего не стоя ничего не дали не получается не получается вернулся к этому вспомнила что вот до этого были вот такие вот моменты успеха значит они будут еще впереди я хочу еще добавить что у меня были у меня было много разговор с коллегами когда найти вот ну для преподавать эта профессия не очень легкая на самом деле и и еще осложняет когда люди приходят не готовы или не очень настроение заниматься вот это видишь всегда что человек в принципе ну вот не отвечает на твои вызовы языковые и он ну и те приходится его как уговаривать весь урок но давайте еще это сделаем не буквально уговаривать а все как бы то есть вот как найти на да то есть как на зарядке которую человек делать не хочет или как в спортзале типа может я еще посижу вот он вроде бы сам пришел но почему-то ничего делать не хочет так вот обычно я говорю коллегам что они очень раздраженные примут почему он ничего не хочет делать почему вот все такие люди ленивые и я все время говорю что ребята они не ленивые они уже то что они пришли на урок вообще просто пришли и его отсидели это уже героизм во взрослой жизни в нашей взрослой жизни то что ты пошел на английский там немецкий любой другой язык заниматься вместо того чтобы пойти ну лишенный пример бар или просто поваляться на диване без сил посмотреть там мемчики или в телефон позалипать или ну бог его знает что можно придумать чтобы себя скажем так погрузить в расслабленное состояние нет человек пошел на урок языка это потрясающе то есть сколько преподавателей в принципе ходят на другие занятия помимо языка то есть когда ты уже в языке это легко а когда ты этим не владеешь это очень сложно это все равно что сейчас взять и пойти записаться в клуб скалолазов вот сейчас зимой ну вот примерно тот же самый уровень челленджа это сложно это нужно уважать поэтому договаривай да не я не забуду просто я вспомнила в связи с с atomic habits концепциями которые в этой книге изложены с теми вопросами которые ты мне задавал как бы лучше было бы сделать начать работать преподавателем сейчас вот я это отреагировала и поняла что если я пойду я сделаю так я договорюсь преподавателем чтобы первые несколько раз мне не задавали вообще домашнее знаешь что у нас не было домашнее задание пока я еще то есть это будет слишком большая нагрузками ментальная и психологическая начать изучать интенсивно новый новый язык новый какой-то раздел реальности можно сказать аспект реальность с новым человеком в новом месте скорее всего да если это оффлайн еще и к этому всему поверх добавить самостоятельную работу может быть очень сложно это может демотивировать и если есть для начала просто человеком установить связь как бы влиться вот в этот ритм посещения занятий там встречи онлайн да а потом уже поверх этого когда это установилась заняла свое место в твоей жизни поверх этого уже добавлять самостоятельные вот эти задания домашние и так далее чтобы не создать шок своей системе не не открыть у себя охоту поэтому вот что я хотел сказать да это абсолютно связано с тем что сказал ангелина себя нужно хвалить и нужно ценить в себе это желание в принципе заниматься заодно это уже можно себе уважать поэтому просто небольшой шажок сделать или ну каждый раз делать один маленький шажок чуть дальше чем простирается ваша комфортная зона и все будет получаться вот на этом предлагаю потихоньку сворачиваться надо понять я это напишу в этот час тоже недавно о чем я узнала про прочитала или послушала где-то он просто друг про то чтобы делать что-то регулярно но не заботиться о том чтобы сделать каждый раз делать что-то еще но вот чуть-чуть лучше вот следующими люди чуть-чуть лучше на один процент но она чуть-чуть лучше вот сегодня там свет попробовал себе по-другому поставить завтра ты там новый там угол камеры какой-нибудь попробовал или поиграл как-то с монтажом вообще как-то там что-то какие-то эффекты может быть изучал или что-то еще чуть-чуть 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 и вот этот мультивный эффект течением времени он собственно и перерастает навыки большие да это все вот к вопросу о том что нужно учиться очень осмысленно нужно понимать что делаешь и вы и измерять сколько здесь силы и сколько есть силы воля и так далее так далее самое важное это что-то сделать не бесконечно рефлексировать не закончить делать я очень вообще восхищаюсь тобой что ты сделал делаешь свой тип канал это я еще нельзя про тебя нельзя хорошо говорить да не ну спасибо большое на самом деле я стараюсь я стараюсь и вот собственно на этом мы потихоньку завершаем и я хочу сказать во-первых ангелина спасибо тебе большое огромная за готовность нам помочь с этими сложными вопросами я хочу сказать что все время вот мы начали стрим да с аудиторией она все еще с нами периодически прибавлялась вот то есть товарищи это вам огромное спасибо за внимание к нам и за активное участие в чате мы это очень ценим и как я сказал повторюсь еще раз да комьюнити это все это самое главное потому что это взаимодействие это возникающие вопросы то есть в процессе разговора вы видели что было очень много ответвлений которые мы ее пойти они были бы не менее интересными но я думаю мы видео пересмотрим и возможно будут новые форматы видео которые хотелось бы создать например вот я пока вел стрим я подумал что хотел бы начать третий тип стримов это воспоминания о клубе прямо назвать участников и вспоминать по также по вопросе когда самая памятная встреча самый интересный там самая интересная тема которую вы говорили самый необычный человек который там встретили самый вкусный пряник который в этом съели вот и самый лучший новый год который вы посетили на клубе вот такие вещи я считаю что это то что нам нужно потому что ребят я может быть кажусь немножко остраненным в плане этой тематики но вы можете представить что уж кто-кто но я про клуб я не думаю очень много вот потом я бы хотел вас призвать к тому чтобы проявляли инициативу и если у вас есть желание также поучаствовать кожи или остальных сериях стримов пожалуйста дайте об этом знать то есть как советчик как учить язык или провести урок в этом можете прочесть моей группе вот и следующий у нас такой стрим будет в среду в среду 20 что сказал 25 25 ноября 830 по красноярску 430 по москве мы будем говорить богданом на те же самые вопросы хронометраж я не знаю потому что мы с ангрина думали что будет минут 30 сейчас запись уже 213 стрим 229 230 вот но было круто было интересно и много было тематики поднятой и мы к ней еще думаю вернемся спасибо тебе ваша андрей за приглашение но очень интересно спасибо всем кто смотрел смотрел спасибо всем кто задавал вопросы действительно не ожидали что у нас получится такой долгий и насыщенный разговор но в том числе благодаря вопросам из чата мы очень много я думаю открыли каких-то аспектов которые над которыми мы сами не подумали бы спасибо большое было очень здорово мне очень понравилось я очень рада что мы это сделали ну тогда повторим как-нибудь на другие тематики позовем ангрина как эксперта по прокачай себя ментально так назовем серию костя спасибо тебе большое за комментарии и спасибо что был с нами ну что я останавливаю запись останавливаю стрим грин а мы можем еще маленько повисеть зуме немножко так для пост рефлексе если хочешь но сейчас я останавливаю запись спасибо всем большое до встречи на ютюбе и остальных стримах